Всем привет, это подкаст UwebDesign. Сегодня 8 февраля 2016 года, выпуск номер 69. Время без 29 по Челябинску. Всем привет. У нас для вас сегодня есть несколько громких главных тем. Первая из них FlatDesign 2.0. Нужно ли использовать поддомен www для ваших сайтов? И WordPress REST API задерживается. Погнали. Я вот сейчас когда говорил про www, мне уже где-то на первом W хотелось прекратить, но я из себя все-таки 3 штуки выбираю. Потому что ты хотел сказать www.smarttape.ru? Конечно, я когда именно поддомены использую, я в принципе на самом деле не очень много сайтов все еще их... Ну мы собственно это обсудим, мы это обсудим, когда перейдем к этой главной теме, громкой. А сейчас у нас не менее главная и громкая, слушаем наш джингл. Мощные и надежные виртуальные серверы – это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг-провайдер smarttape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надежным и мощным оборудованием. А слепительный комьюнити проект UwebDesign рекомендует услугу аренда WPS сервера, которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне. Ну да, переходим к... Не могу здесь... Здесь прям мне сразу опять реклама про отчеты о доходе фрилансера. Козел, я его уже видеть не могу. Пишите в комментариях, если вы знаете, что это за чувак. Да, потому что вот этот голубоглазый Шатен, или кто он тут? Ой, Шатен! Уже 16-й год скоро закончится, он все еще отчитывается нам о доходе фрилансера 15-го года. Ладно, не будем называть бренд, который он рекламирует, вы все сами поняли. Мы, уважаемые подписчики, про вас не забываем. Ну вот, чтобы вы понимали, там чувак такой клетчатый, и он в Google AdSense рекламе все время попадается. По крайней мере нам. Минимальный жизнеспособный продукт — это не продукт, а процесс. Так называется наша первая статья из блока «Дизайн». То есть у нас в дизайне, Никита, чтобы ты понимал, не только UI, но и UX. Вау! А ты, кстати, этого не знал. Слушай, подожди, и тут опять же для слушателей, а не для смотрителей. Не для станционных смотрителей. Для смотрящих. Да, у нас здесь картиночка велосипед, и зад от велосипеда, и перед от мотоцикла. Да, то есть тут костылей почему-то не хватает. Мне кажется. Действительно минимальный жизнеспособный продукт, как мы понимаем. Да. Я даже, хочется много цитат, потому что статья реально прикольная. Это перевод, к слову сказать. И теги такие. Управление продуктом, развитие стартапа. Угу. Вот так вот. Круто. Одна и та же история повторяется снова и снова. Сначала команда у людей озаряет идея. Затем они создают минимальный жизнеспособный продукт в качестве доказательства концепта, тратя много времени в спорах о том, какими особенностями стоит его наделить, а какими нет. И в конце концов, если минимальный жизнеспособный продукт оказывается удачным, то они планируют создание полноценного развитого. Или развитого. Угу. Пишите в комментариях, если вы знаете, как правильно. Стабильного продукта. Так вот, тут, Никита, нас сразу как бы хочется... Знаешь, вот как пишешь диплом, там, я не знаю, может быть, кандидатскую работу. Допустим. И должен сначала фактуру предоставить. То есть мы говорим вот о минимальном жизнеспособном продукте, а вот как ты это понимаешь? Ну, я это понимаю, как вот у тебя есть какая-то идея, да? И ты не можешь ее реализовать полностью, потому что, как бы, она очень трудозатратна. И ты делаешь, как бы, из этой идеи небольшой набросок такой проекта, так скажем, который уже немного функционирует, уже в ту сторону, в которой у тебя полностью идея должна была развиваться, да? Вот. Но он еще не выполняет полностью тех функций, которые ты бы хотел. Вот. И, собственно, вот это уже минимальный продукт. Ну, вот, да. То есть, кстати, правильно, я бы вот если пытался сказать своими словами, сказал бы примерно так же. Только я еще вспоминаю историю, я не помню, мы с тобой на какие-то из многочисленных лекций, курсов каких-то посещали. И нам там рассказывали, что ты поначалу должен весь свой бизнес пройти ногами, прежде чем его автоматизировать. То есть, условно говоря, если ты делаешь бизнес по доставке цветов, ты должен быть тем самым первым водителем, который сам собирает по телефону заказы и развозит цветы. Для того, чтобы вообще проверить, ну, нужна ли на рынке, нужен ли на рынке еще один бизнес по доставке цветов там и так далее. То есть, ты уже будешь, как бы, твой сервис уже будет минимально жизнеспособный продукт, когда ты сам на велосипеде доставишь? Да, да, чтобы потом уже твои водители на мотоциклах доставляли, если продолжать метафору, которую нам тут попытались в статье оказать. То есть, ну и да, на самом деле самое важное это полностью смоделировать всю ситуацию своего бизнеса, какая бы она ни казалась, ну, как бы сказать, вот одна итерация твоей продажи или там подписки или чего-то еще, ее нужно сначала смоделировать вручную, прежде чем автоматизировать. То есть, в основном, почему, чтобы написать продукт, требуется там какое-то большое количество времени, потому что ты сразу это автоматизируешь, делаешь это, ну, таким полноценным чем-то. Ну, то есть, если говорить о приложении, то уместнее сначала сделать какой-то работающий прототип в одном из сервисов, просто показать потенциальным клиентам, сказать, вот если у вас вот так будет с вашими цветами, вас это интересует, за какие бабки там и так далее. Чтобы хотя бы просто рентабельность даже для тебя просчитать, именно вот для тебя, наш слушатель. И смотритель. Так вот. И здесь нам, кто же бы автор... Ну, короче, автор оригинальной статьи нам говорит вообще о том, что минимальный жизнеспособный продукт даже и продуктом не должен быть. Так. Это... Да. Знаете, и здесь цитата. Знаете старую поговорку о том, что самолеты из Калифорнии на Гавайи 99% времени уходят с курса, но его постоянно корректируют? То же самое и с успешными стартапами, за исключением того, что их новый маршрут может везти даже на Аляску. Угу. Потому что конъюнктура меняется. Так вот, здесь есть график, время и взрослость проекта, время по оси Х и взрослость по оси У. И по мнению основателей стартапов, вот так должен работать минимально жизнеспособный продукт. Здесь у нас прямая, выходящая из начала координаты, куда-то там, ну под каким-то углом. Здесь, ну, градусов 40, может быть 38 с половиной. Так вот. И, то есть, грубо говоря, развивается проект. На какой-то момент на серединке пунктирная линия доказательства концепта. То есть, вот он, минимально жизнеспособный продукт. И потом, оп, и он доходит до своей взрослости, стабильности. Ну, и как бы полноценного продукта. А вот хрен бы там. Потому что нельзя с самого начала, когда ты еще не прощупал почву, не знаешь, нужна ли твоя идея вообще на рынке или нет, уже задать вектор. А вот в данном случае мы видим не просто прямой, а вектор, потому что со стрелочкой. Мы не можем задать этот вектор, мы еще не знаем направление, в которое мы движемся. Вдруг мы начнем делать приложение для ресторанов, а потом, когда его сделаем, придем в ресторан и скажем, чувак, нам как бы вообще приложение нахрен не нужно. Мы как бы просто мобильный бы сайт сделали и все. И в WebView бы его запилили. И все. И у тебя тлен сразу в голове. Это, кстати, не из моей головы пример. Это пример из этой же статьи по поводу ресторанов, я имею в виду. Так. Так вот, минимально жизнеспособный продукт – это процесс, который вы повторяете снова и снова. Найдите наиболее рисковое для вас предположение, протестируйте его с наименьшими возможными затратами и используйте результаты эксперимента для внесения поправок. То есть, начни доставлять цветы сам. Пойми, что самое сложное. Самое сложное – это стоять в пробках или сделать, чтобы цветы не сгнили по пути. Или там что-то еще. То есть, ты… И даже дело не в том, что ты мелкие детали автоматизируешь, а в том, что ты просто сам понимаешь, какие у тебя затыки везде возникают. И да. Вот, кстати, здесь еще одна цитата. Анализируя причины неудачи более сотни стартапов, CB Insights обнаружил, что основной причиной гибели стартапов является то, что их продукт не соответствовал потребностям рынка. Около половины этих стартапов проводили месяцы, а то и годы, развивая продукт до того, как они поняли, что их самое основное предположение было неверным. То, что этот проект кому-то вообще интересен. Понял? То есть, делают иногда люди что-то вслепую. Думают, что бомбанет, боится слово «бомбануло». А на самом деле… В смысле, выстрелит, конечно же. А на самом деле, нихрена не выстреливает, потому что надо было проверить изначально. И здесь есть график, как на самом деле работает минимально жизнеспособный продукт. И я на самом деле бы даже и построил другой. И я бы даже это как бы продемонстрировал вам, если бы мог как-то быстро здесь пейнт открыть. Но не буду, ладно, неважно. Здесь итерациями выглядит, как пила. То есть, каждый раз, когда вы доходите до proof of concept по оси Y, вы должны хоп и начать все заново. Ну, не должны. То есть, этих итераций может быть и две всего лишь, а не пять, как на данном графике. Потому что вы понимаете, что… Так, вот мы все сделали. И очень часто же архитектуру приложений переписывают. То есть, например, мы когда с тобой обсуждали про различные языки программирования, мы говорили о том, что сначала, допустим, вы делаете свою какую-нибудь хрень на PHP, понимаете, вообще нужна ли эта хрень, потому что на PHP сделать что-то быстро, а потом берете и переписываете на Java. Уже продумав всю системную архитектуру, или там вообще на каком-нибудь JavaScript, не дай бог. А я думал, это о том, что, знаешь, не только архитектуру переписать, а вот ты дошел до какого-то минимального жизнеспособного продукта, и понял, что он нахрен никому не нужен. Ты откатился, и переделал его идею немного в другом направлении, и опять же, и проект переделал полностью, да? Вот. И заново пробуешь. Опять же, дошел до минимального жизнеспособного продукта, понял, что хрень, и опять переделал. Нет, согласен. Я просто имею в виду, что если ты будешь на Java каждый раз доходить, то ты будешь это дольше делать банально. Тот же VK был написан на PHP, а потом уже там куски модулей переписали, потому что уткнулись, но они зато по-быстрому проверили, как рынок реагирует и так далее. И здесь вот на следующем графичке все итерации выделены фигурной скобкой, и подписано, что... Это самая длинная, да? Ну да, что самая большая порция разработки, это на самом деле поиск ошибок. Угу. То есть, как бы... Чёрт, я просто... Есть хорошая русская метафора, идиома, я бы даже сказал, про trial and error, что... Семь раз отмеряй, один раз отрежь ты и меньше. Нет, здесь наоборот. Здесь типа отмеряй, отмеряй, и если не будешь отмерять, то так и не поймёшь, сколько надо было отрезать. Так. Отмеряй и отрезай. Ладно, неважно. Суть в том, что... Ну, здесь... Можете почитать, здесь есть непосредственно прям пример по поводу того, что... не нужно сразу разрабатывать приложение для ресторанов. Нужно сначала сделать прототип или просто спросить. А потом, когда вы сделаете прототип с сайта, допустим, условно говоря, спросить, сколько ли денег нужно взять с ресторана, сколько вам готовы дать. И можно просто прочитать, что вам просто нерентабельно. У вас рестораны готовы за 20 тысяч рублей покупать с сайты, а вы не сможете наладить это так, чтобы человека часы у вас соответствовали затратам. Мне очень понравилась здесь вот выдержка, которую я сейчас вам прочитаю, про масштабирование. Так. Так вот. Возможно, вы обнаружите, что владельцы ресторанов не заинтересованы настолько, чтобы платить деньги. Ну что ж, хорошо, что вы поняли, это только после нескольких дней работы, а не нескольких месяцев разработки. Или, возможно, вы обнаружите, что они готовы заплатить. Тогда вы принимаете платёж за несколько месяцев услуг наличными или чеком. Чеком. Ну, это перевод. То есть у нас-то как бы чеками редко расплачиваются. Тогда вы не потеряете много времени на создание системы выставления щитов. То есть нужно всегда на каждое действие изначально пробовать ручной режим. Не пытаться всё это автоматизировать, потому что вдруг вы автоматизируете, а это и не нужно. Запускайте их с сайты и просите сообщать по электронной почте, если им необходимо обновление какой-либо информации. То есть не то, что вы подключаетесь в какую-то крутую CRM, собираетесь с них там фидбэк и так далее, а хотя бы просто по почте, потому что это бесплатно. Да, это связано с множеством телодвижений с вашей стороны. Нет, это не увеличит количество ваших клиентов. Но когда вы являетесь крошечным стартапом, не бойтесь делать вещи, которые не масштабируются. Масштабирование – это та головная боль, которая присуща тем, кто создал что-либо стоящее масштабирование. Так. Короче говоря, вот всё. Здесь есть несколько заметок. Ну, короче говоря, очень крутая статья, почитайте все основные. А знаешь чё? Ты вот когда начал рассказывать вообще, в принципе, про вот чё здесь написано, я вспомнил такую тему, что... Ладно, допустим, возьмём не российский... Раз это же статья-перевод, да? Возьмём не российский рынок, а возьмём американский рынок, где вообще уже сервис такой охрененный и так много всяких продуктов, что говорят, что вот этот minimal valuable product, так скажем, он уже не канает. Надо сразу заходить с крутым продуктом, потому что уже не хавают дерьмо-то всякое. Уже хотят нормально сразу, чтобы ты сделал не велосипед, а Ferrari сразу продавал крутую. Ну, ты это говоришь о каких-то конкретных вещах? Я вот не... Ты где-то читал? Я просто слышал, да, такую тему, что вот типа minimal valuable product уже не рулит. Ну, есть маленький шанс даже, что мы это в этом подкасте обсуждали. Да, кстати. Чё-то я не припоминаю, но, а может, и припоминаю. Мне останется не... На самом деле вопрос, в какую нишу ты заходишь. Если ты заходишь в нишу бытовой техники, стопудово тебе надо сразу заходить с готовым продуктом. Ну да. А если ты прощупываешь новые вещи, вот один из таких стартапов, Uber, о котором мы будем говорить в следующей теме, они-то начинали просто там практически с... На коленках написано хренового приложения и всё. То есть, если ты полностью открываешь новый рынок, новую нишу там, связанную, я не знаю, вот, допустим, ты придумал делать... Я не знаю, газированное синее молоко. Допустим. Ты можешь первый галлон всё-таки сделать вручную и попробовать продать его футболистам на стадионе. Будут они его... Как она утоляет жажду? Вот все вот эти штуковины. А потом уже непосредственно нанимать Бэкхэма, чтобы он стал лицом твоего пауэррейда, но... И обливался им. Ну и да, и так далее. И потом ты уже на супербол будешь рекламироваться, который как раз сейчас в Штатах проходит. То есть, я думаю, это вопрос выбора ниши. Если ты на какую-то существующую нишу приходишь, на которую уже всё, что называется, расписано, то тебя просто съедят. Даже если ты... Хотя, с другой стороны, здесь безвыходное. Если ты даже с готовым продуктом придёшь, тебя, скорее всего, купят просто. Ты, собственно, даже и в накладине останешься, но как бизнес ты это не разорвёшь. Потому что тебе скажут, мы или тебя покупаем сейчас за столько, или мы тебя всё просто сожрём, и ты ещё и без денег останешься. Ну да. Так что вот так вот. Следующая тема Uber перезапускается с новой брендовой идентичностью. Вау. У тебя просто написано Uber перезапустил бренд. Ну, вот я для тебя-то по-простому, по-человечески, а для наших слушателей и зрителей. Так, отлично. Давай сначала, что такое Uber, заново. Это... Как же оно по-научному-то называется? Стартап? Нет, в смысле... Какой-то шейринг тоже. Практически джоб-шейринг. Так. То есть суть в том, что... Хорошо хоть не блоу-джоб-шейринг. Для этого другие приложения существуют. В общем, да. Фактура Uber — это сервис для таксистов. Причем как для просто водителей, так и для микроагентств с водителями, с собственным таксопарком. Ты можешь, хоп, включиться в инфраструктуру Uber, используя их приложение, перебрендировать весь свой таксопарк и заниматься этим же. Ну и для людей, естественно. А для людей это приложение для заказа такси. Так. Трайд-шейринг, вспомнил. То есть ты хочешь сказать, там прям разные профили. То есть если я обычный клиент, то у меня один профиль. А если это таксист... Если ты проскролишь вниз, здесь две иконки. И левая — это если ты ИП-шный водитель, и правая — это если ты ООО-шный водитель. Если у тебя несколько, грубо говоря. Ты заходишь, у тебя в клеточку все, в желто-черто. Да, у тебя разный функционал там просто. И ты можешь управлять своими водителями. А в синей ты можешь просто получать заказы. Так. У меня просто курсор зависит. Ты имеешь в виду, что... А, все, отвис. То есть даже вот эти пацаны на двенашках, ты их можешь контролировать с помощью Uber. Если у тебя, да, хотя бы Ford Focus, и ты нанял двух пацанов на двенашках, ты их можешь контролировать через вот эту штуковину. Отлично. То есть, ну там очень, так скажем, если углубляться, там много всякой аналитики. Кто сколько ездит, кто сколько простаивает. Ты можешь звонить. Красный 2. Вы там хреново там продрачивает. Почему слишком долго были на кофебрейке? И тебе говорят, там красный лидер, и я там это, просто у меня жена рожала там около шаурмы. Отлично. Ну, нет, я на самом деле, я так думаю, что там прямая зависимость по поводу того, сколько свозил, столько заработал, и твой ОООшник там, он зарабатывает больше по процентам, сами Uber сколько, а ты меньше. То есть там, я думаю, по поводу именно продуктивности у них нет загона. Но вообще это наша новость про то, что они перебрендировались. Так, и что конкретно перебрендировали? Вообще изначально они позиционировались как лакшери бренд. То есть они прям были только для крутых чуваков. То есть ты прям такой, вау. То есть если ты приехал и с вокзала хочешь доехать до Бруклина, с аэропорта, через три района по окружной дороге, то ты пойдешь и желтый кэп поймаешься. А если ты крутой, прилетел там проездом из Сингапура в Нью-Йорк. У тебя бизнес-класс. Да, и у тебя Uber стоит на телефоне, потому что сейчас же это уже международная тема. И ты такой, мне вот тут, я тоже хочу, я привык, мне нравится их сервис. И к тебе приезжает привычный Prius черный, раскрашенный Uber. Теперь, кстати, белый будет. Который не портит окружающую среду. Да, он еще и окружающую среду. Почему-то у них Prius символ. То есть если прям у них здесь будут, ну мы зайдем потом на их сайт Brand Guide, у них там везде Prius, типа схематично нарисованы, но мы-то понимаем. Так вот, и они почему, собственно, уходят от лакшери до, так скажем, низшего уровня, ну просто они масштабируются. То есть, грубо говоря, лакшери рынок, все, он уже закончился. И они теперь выходят вообще в полный мейнстрим для того, чтобы как-то больше денег зарабатывать. И если ты посмотришь, да, во-первых, у них все такое перебрендировалось, как будто один из, тут написано, один из научно-фантастических ремейков Pac-Man. Так, а какую картиночку смотрим? А мы две иконки. Ага, уже есть абстрактные элементы, но они добавляют что-то такое интересное. То есть, хоп, один какой-то символ, и чуть-чуть вот. И самое главное, там есть еще сзади текстурка некая. Текстурка какая-то? Да, 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 текстурка разная. То есть, в нем, во-первых, сразу напоминают символы Альянса и Империи из оригинальной трилогии Звездных войн. Ну просто реально. А если Альянса и Орды? Ух ты! Что-то я об этом даже не подумал. Допустим. А, так там-то и не Альянса, я тут сам тебе оставил. Лазеечка, там-то же это... Как они назывались-то? Несопротивление? Повстанцы. Повстанцы, точно. Rebels, хотелось сказать. Короче говоря, у них суть в том, что они теперь говорят битами и атомами. Что практически вы там наши атомы, и благодаря вам, ну, вы водители, мы функционируем там и так далее. И здесь есть шуточка, что в Сан-Франциско камень нельзя кинуть, чтобы не попасть в стартап, который там про атомы что-нибудь метафоры использует и так далее. То есть это попса на самом деле, и это как-то даже не очень прикольно. Кстати, я сейчас перезагружу страницу, здесь твит уберовский, у меня он опять как блок-клоуд просто подогружился. Ну, да, кстати. Возможно, это и есть блок-клоуд, потому что я сейчас перезагружу и нет. Если говорить о брендинге, то посмотри, они сделали так, что в каждой стране он немножечко по-разному брендирован внутри. Так, охренеть. То есть вот эти текстурки, вот в Мексике у них вот такой кафель часто был. Я прям даже вспоминаю фильм Фрида с Эльмой Хаек. И там у них такой кафель где-то был. И вот они именно из этого кафеля узорчик, так скажем, обвекторизовали. И их более дефолтные цвета использовали. Ну, короче говоря, в Мексике прям такой Uber. Ты открываешь, и вот у нас бы ты открыл, и хохлома была. Хохлома для ООшников и кжель для ИПшников. Так, я вот и хочу. То есть я могу сейчас это просто в App Store найти? Ты попробуй, пока я рассказываю. Думаю там водка на фоне сразу. И медвейка, да. Вот для Китая здесь, соответственно, там фонарики, кругляшки. Их там, элементы их архитектуры, скульптуры. Вижу, да. И поднебесные цвета. Вот этот такой голубовый, голубовый, хотел сказать. Голубовый, бирюзовый, синий. То есть прям все как надо. Ну, красный, естественно. Без красно-желтых акцентов не получится. То есть они прям заморочились очень сильно. Но на мой вот взгляд, я очень хотел с тобой обсудить. Именно очень хотел, весь день ждал. Ну да, вот сейчас ты мне показываешь именно приложение для водителей. Ну и причем оно как бы такое же, как и... Ну ты можешь внутри, оно не такое. Ты попробуй себе установить. А, установить. Заодно посмотрим, есть в Челябинске Uber или нет. Я помню, в Казани уже есть. Так, отлично. Так вот, смотри. Их старый и новый логотип. Старый был белое на черном. И там такой, знаешь, шрифт, как музео Слабо. С такими завитушечками, как у кудрявых скобочек. И правый, он теперь черный на белом. Вау. И я вот когда на левый смотрю, мне прям сразу лакшери хочется. Я как бы прям чувствую, что я уже... Вот согласись. Согласен абсолютно. Такая тоненькая, беленькая, что-то на черном фоне. Мне сразу вспоминается, в GTA, в последних нескольких частях, есть вымышленный магазин, который типа люксовые, топовые какие-то часы, костюмы. И он вот точно так же на черном квадратике, с каким-то беленьким, тоненьким что-то есть. Я прям сразу проникаю, что блин, это скорее всего не для меня. Мне как-то, знаешь, неловко аж становится. Хочется сразу отойти. Да-да-да-да-да. Я типа скорее всего позвольте звук. А когда вот такое черное на белом, оно вроде более располагает к себе, поэтому... Ну и шрифт немного другой, тут более толстый, так скажем, больше для людей. Для толстых людей, круглый, то есть все такое более или менее неплохое. Но здесь, конечно, пишут, что очень много у них материальщины теперь используется. Кстати, зашли на русский сайт, у них, естественно, не все шрифты по-русски, то есть у них, ну, все по-разному, как будто какая-то гельветика просто используется и так далее. Готовность в любое время. От доступности до роскоши. То есть там ты и, собственно, можешь выбирать, какой автомобиль заказать и так далее. Блин, похоже, пойти надо обязательно. Но, уважаемые подписчики, зрители, слушатели, Никита поставил, хохломы не наблюдаются. Пока водки не видим с медведями. Ну, пишите в комментариях, если вы как-то сильно в этом всем уже проникли. Пишите в комментариях, если вы таксист. Да, если вы уже водитель. Я вот сейчас попробую Челябинск, Челябинская область. Uber в данный момент недоступен в этом районе. А Казань я сейчас попробую. Тут как-то не откернено, все прям вообще дерьмово. Казань, Республика, Татарстан работает. Ну, то есть, как я и слышал. Да, то есть, короче говоря, пишите в комментариях, здесь UberX сразу есть. Подача 50 рублей, 4 рубля за минуту, за километр. Ты можешь выбрать тарификацию, как тебя считать, по минутам, по километрам. Угу. Минимум 59 рублей, плата за отказ тоже 59 рублей. Отлично. Да, то есть, ладно. Из поселка какой-то под Казань можно всего за 350 доехать до самой Казани. Ладно, не будем сейчас этой сильной рекламой заниматься. Мне вот больше всего интересно было обсудить именно вот этот переход с черного в белый. Я согласен, потому что вот этот именно черный логотип, он как будто, знаешь, какой-то парфюм такой. Угу. Как будто вот что-то действительно элитное. Да, а там уже такое по-простому. Мне хочется сейчас сразу вспомнить. Помнишь, когда-то давно мы еще в ВУЗе учились, было какое-то приложение типа Сфера на iPhone. А, да. Я таки полюксовая соцсеть была, в которой надо практически закрыть. Да, 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 какой-то закрытый клуб. И у них тоже все вот такое белое на черном. То есть, ну и у них, да, там то ли за бабки регистрация какая-то. Только я не помню, каким образом, но я был почему-то на их рассылку подписываться. Так что вот так, пишите в комментариях, используете ли вы черно-белый. Такое, это или нет. Следующая наша тема тоже дизайна. Flat Design 2.0. 4 февраля. То есть, всего-то 4 дня новости. Как Web 2.0. Практически, да. Только Web 2.0, конечно, менее надуманная. Это официальная, так скажем, градация. Здесь Flat Design 2.0 это воображение автора Марка Шенкера. Причем Ше через... Ну, по-немецки, короче, написано. Так вот, он пишет, что вообще Flat Design прям за весь мир так. Бураган подверг пару лет назад. То есть, там, ну, говорится о том, что появилось все, естественно, в противовесе скиломорфизму в 2012 году, когда Apple отказалась от скиломорфизма в пользу плоскости. Появилось, конечно, заранее, до этого. То есть, там и в 2010 было на дизайн-моду статьи по поводу того, что там Flat Design, бла-бла-бла. Но если бы... Ну, таково мнение аналитиков. Если бы Apple не подчинилась этому тренду, то мы бы до сих пор в скиломорфизме сидели. Хотя я до сих пор считаю, что во многих моментах он более чем уместен. Так вот, здесь есть скрин скилла, как выглядело все при скиломорфизме. Там всякие теньки, градиенты, прям реальные полочки, на которых все стоит. Что-то в этом есть. Я прям вот смотрю, и мне прям прикольно. Ну, возможно, еще вернемся к этому. Как бы к самому скиломорфизму. Когда-то будет виток новый. Кстати, о витках я же забыл. Я так сказал, что я вижу график Minimum Viable Product не так, а я вижу его как спираль. То есть ты один и тот же путь проходишь, но каждый виток более раскрученный. Кстати, да. Ты его более, так скажем... На каждом уровне ты как бы все более у тебя дороже. Ты более осознанно его проходишь и по времени, и по трудозатратам, и по тому, сколько тебе это денег приносит. То есть да, я тоже абсолютно точно уверен, что к скиломорфизму в том или ином виде еще вернемся. Я надеюсь, в виде стимпанка. Может быть. И вообще, да, если мы как человечество не уничтожим друг друга. Ну ладно, неважно. Переход на 2.0. Почему он случился? Потому что были некоторые проблемы в юзабилити. Можешь проскролить, Никита, сразу доскрина с вин 8. Вижу. И здесь нам веб-дизайнер Дипо предпочитает привести это как пример говеного юзабилити. И предпочитает нам размытую картиночку еще. Да, да, согласен. У меня на ретина еще более размытая. Просто вообще до свидос. Ну так вот. Они говорят о том, что из-за того, что все прям вот слишком вот плоско, вот без единой теньки, непонятно, что выпирает, на что можно нажать и что вообще... Ну, я не устаю в этом подкасте вообще в жизни употреблять пример со старыми квестами. Где ты видишь сцену и видишь, какие там предметы выпирают. Это значит, с ними можно будет повзаимодействовать. Даже в старых платформерах на Nintendo Entertainment System, типа Aladin, ты бежишь и город статичный, но одно окно не статичное, потому что из него бабка высовывается и горшки в тебя скидывает. То есть там видно, что оно будет двигаться. Вот тут ни хрена не было видно, что будет двигаться. На этих плашечках, на Windows 80, их Metro UI. Ну и да, кроме того, что непонятно про градиенты теньки, не было никаких известных паттернов, в том смысле, что ссылки синие и подчеркнутые. Они вот как были, так и остались, грубо говоря. Вот, например, в Windows Store тогда это так было, а сейчас они все-таки синие и подчеркнутые. На десятки. Короче, вот об этом я не говорю, что очень плохой юзер-экспериенс. И Flat Design 2.0 это, грубо говоря, все тоже, что там, но только сбоку. Как там присказки? Те же яйца, только в профиль ты имеешь? Да, да, да. Сбоку. Так вот. Голод самый... Я не собираюсь, здесь у них три примера. Даже, может быть, четыре, да. Много примеров тех же яиц, только сбоку. И мне больше всего понравился пример с дропбоксом. Можешь перейти по ссылке. Там прям очень круто. То есть здесь все по-прежнему очень плоское. У меня даже там зойдено. Как это ни странно. Дропбокс гайд, да? Да, да, да. И там вот кнопочки находишь, микро тенька такая есть. И, блин, понятно. Она все равно чуть-чуть выпирает. То есть здесь и материальщина чуть-чуть, но и не сильная материальщина. Потому что конкретно материи нет. Есть объекты, но они как-то хотя бы не лежат, а висят. Вот, например, отверточки, как висяк, в Dropbox Business Admin Guide, они выпирают. Они хорошо очерчены границами и так далее. Потому что в Windows 8 не было границ. Там просто квадрат обваливался и все. Здесь, если посмотреть по переходам, я вот Get Started нажал. Я тоже. Да. И тут-то, конечно, справа по Material Design, когда ты наводишь, появляется тенька. Там, по-моему, появляется тенька и придвигается к тебе материя. Здесь просто она выделяется. Ссылки синие. В общем, есть, так скажем, работа над ошибками проведена. И вот типа Flat 2.0 уже более, так скажем, понятен пользователю с точки зрения юзабилити. То есть они хотят сказать, что Flat 1.0 все-таки провалился. Ну да, да. То есть прям это был минимальный значимый продукт, как по-русски viable. Жизнеспособный. Минимальный жизнеспособный продукт сработал, как Flat Design. Ну опять же, бомбануло. Ну да. И если ты помнишь, что 8 и 9 iOS, они учитывали ошибки в 7 iOS и добавляли реальные градиенты, какие-то теньки, обводочки другие делали. То есть они с этим экспериментировали. Они тоже признали, что не все так было гладко с первого раза. И вот вернись на Dropbox Guide Business, да? Там есть security, и там на айпэдике как будто бы сейф нарисован. Да. Это уже виточек с киломорфизма попер. Согласен. Мне прям понравится, очень круто нарисовано. И там как раз есть теньки, я тут сейчас приблизил, вокруг этого колеса, там снизу чуть-чуть она... Ну короче, прям мне даже и понравилась эта идея с сейфом, очень красиво. Пишите в комментариях, как вам папочка, вон там все листики, каждый поверх другого теньку отбрасывает. Ну, минималистично нарисовано, но смысл не теряется. Ну и последняя тема из раздела дизайн. Какая же у нас должна быть идеальная иконочка сохранить? Вау. Не так вау, как ты бы хотел подумать. Конечно же, конечно же дискета, про которую никто сейчас уже не знает. Да, здесь автор H его зовут. H-U-K. Ау. Да, we are user experience design consulting agency. Я думал, он был по-британски читать. Design consulting agency. UK dubstep. Да. UKF, да. Так вот, и он пишет, мой друг и коллега Мэтт Джексон спросил меня вот простой вопрос. Вот стоит ли использовать все еще дискету, как иконочку сохранить? Имеет ли это все еще как-то... По олдфагам, короче, как я вот сейчас тоже. Вот имею я действительно дискету или нет? Да. Да, и короче говоря, было исследование в 2013 году, тысячу детей из садика, от садика до пятиклассников спросили про иконку. И только 14% из 100 знали, что дискетка это дискетка. Ну, шкалота не поняла. То есть, да, шкалота думают просто, это иконка сохранить такая. Они даже не знали, что это предмет какой-то фактически, что это была типа дискета. Несмотря на то, что до сих пор используется, по крайней мере, вот в Майкрософт офисе стопудово. Я не знаю, где как, то есть вот ни в фотошопе, нигде сейчас же нету нигде дискет. То есть там сейв просто и все. Видишь, если, блин, мы возьмем какие-нибудь облачные технологии, допустим, гугл доки, то хрена там уже какие дискеты есть. Там везде кнопка сейв. То есть, кстати, это и будет, забегая вперед, вывод этой статьи. Сейчас я попробую загуглить скетч Гуи. Угу. А картинки? Блин, скетч Гуи. Скетч 3 Гуи. Просто хочется понять, а там есть сохранить как дискетка или нет? А вообще Майки старые, они эту технологию-то поддерживали дискет? Не готов ответить вообще. Скетч 3 здесь и картинка 500 на 300. А-а-а. А нет, здесь вот есть. Ну, тут тоже не показано, нету кнопки сохранить. В общем, пишите в комментариях, где все еще встречаются в природе дискетки, кроме Microsoft Office. И, в принципе, да, грубо говоря, что, какая вообще определение иконочного дизайна? Это выбор графического символа, который относится к какому-то реальному, фантастическому или абстрактному действию или сущности. Фактически, это уже, во-первых, фантастически, во-вторых, абстрактно. Это фэнтези, да. Вот, поэтому, ну, здесь чуваки думали, что... Ну, тут, кстати, есть примеры иконочек типа палитра. Что реальная палитра нарисована, она ведет нас в ту палитру, где мы выбираем цвета. Так. Вот. То есть тут диски, компьютеры, телефон классический. Несмотря на то, что телефон уже совсем другой, ну, как бы нет уже дисковых телефонов, именно такой телефон по-прежнему, как отображение телефона, лично мне более понятен. Потому что сейчас смартфон, он выглядит как... да как что угодно. Просто как навигатор GPS. Точно нельзя понять, то это или нет. Должна быть прям физическая разница между устройствами, а сейчас все устройства уже выглядят примерно одинаково, на мой взгляд. Мне просто интересно, почему... Такая, как бы, острая тема. Почему у телефона трубка в цвета флага Украины? Где? Сейчас. Если ты проскроешь, то... Вот. Не, на самом деле палитра, она может использоваться сейчас художниками, да, допустим. А вот дискеты, кем она используется? Не кем. А вот есть люди, которые нам пишут, что это вы там вот, я уже говорю, на jQuery дом элементы двигаете, а мы-то пацаны крутые, на фортране пишем все еще. Так. Вот, возможно, они все еще дискеты используют. Ну, может быть. Да просто может быть Legacy какие-нибудь учреждения, типа налоговых по-прежнему как-то. Мы с тобой сейчас не знаем. Вот некоторые старые синтезаторы, тебе ли не знать, используют дискеты, то ли звуковые банки-подключатели или что? Ну да, то есть там всякие стили вот эти, которые синтезаторы, ты их записал, как бы комплект стилей, скомпоновал и записал на диске, туда используют. Ну блин, это опять же тоже, вот все уже наверняка на дисках и на флешках. Да, но нельзя флешку нормальной изобразить, она не унифицирована. Корсаровская флешка выглядит тоже как такое резиновое, но здоровое, больше чем ноутбук. Можно было бы использовать USB какое-нибудь обозначение, но тоже тупо, наверное. Да, а USB уже сейчас, может быть у детей USB ассоциируется с USB кофе-подогревателями, которые они вставляют. Или с геймпадами. Ну вот то есть сложно, реально сложно теперь. Здесь написано, что к слову об иконографии, Google проделал крутую работу и из четырех точек сделали speaking, вот такие четыре полосочки. Thinking это, ну thinking и reply, честно сказать, непонятно. Но вот со speaking более или менее прикольно. Ну и короче говоря, вы 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 вот сделали такой, что просто слово save сделайте, просто уже и все. Ну кстати, да. Че, Google может нам придумает какой-нибудь, знаешь, какой-нибудь бред. Какой-нибудь, знаешь, чувак в карман, типа, за сохранил, кладет. Рука в карман, ну че-нибудь, может придумают. Раз они придумали thinking и applying. Ну и вообще, кроме того, что save, floppy диск, типа, блин, это круто. То есть, а почему бы, символ уже всем понятен, и поэтому че бы его менять. В конце концов, ну абстрактный, ну фантастический, но зато все уже, ну просто исторически, из-за того, что он вот всегда был, есть save и все. Ну да. Так что вот так. Здесь просто самое смешное, что он еще про себя потом целый кусок статьи написал. Просто я крутой. Какой-то я крутой чувак, мы работали с HBO, с EA, Disney, Warner Brothers и так далее. Окей, короче, вот у нас закончился раздел про дизайн. Теперь переходим к разделу бабки, который озаглавлен у нас. Да, он у нас, я спешу успокоить всех тех, у кого сейчас случился бадхерт, он уже проредел этот раздел, он прям ничтожно мал стал. Да, у нас немножко так про бабки и немножко так про рутрекер, так что не переключайтесь. Ура. Да. Статья Стек Кранча про Alphabet becomes the most valuable product, public company in the world. Alphabet, кто вот в танке сильно и не знает и не слушал наши подкасты про то, что Alphabet это компания, которая владеет как Google, именно как поисковиком Google, а как почтой. То есть это уже практически отдельные сервисы, как даже всякими разработками в сфере медицины. Там у них до хрена всего. Вот Alphabet это, короче, Сергей Брин и второй чувак, не помню как его зовут. Ларри Пэйдж. Ларри Пэйдж, да. Да. Коэффициент Пэйджи как. Вот, в общем, вот они это Alphabet. Они даже не столько владеют, сколько они сами его учредили, и сами же им завладели, и вообще, то есть. И здесь статья о том, что у Alphabet хорошие времена. Они им показали свою выручку охрененную, и их Alphabet приносит, их компания принесла 21 миллиард баксов выручки. Ни хрена себе. И типа они зарабатывают 8 баксов 67 центов за каждое расшаривание. Вот я у тебя спрашивал, что это за хрень. Вот за каждое расшаривание. То есть, естественно, это все базируется на поиске Гугла. Наверняка Alphabet это максимум поиск денег. Скорее всего, да. Да, поэтому мы здесь и говорим вот именно расшариваниями. Аналитики ожидали от 8 миллиардов до 28. А получилось 21.3. То есть даже самых оптимистичных аналитиков перепрыгнули. Но здесь пишут, что Apple на самом деле уступает Alphabet уже. Вот здесь написано, что Alphabet это 558 миллиардов, я так понимаю, так, сейчас надо понять. То есть, видимо, вообще всего бабла и 558 миллиардов. Капитализация, да. Да, а у Apple 535 миллиардов. Ну, падает сильно у Apple капитализация. Если мы на этом графике посмотрим, то год назад Apple 875 миллиардов, а сейчас уже 531. Ну, график, кстати, явно показывает сильное падение у Apple. Да, и рост Alphabet. И сильный, да, рост у Google. Ну, тут в данном случае, да, Google именно. Да, здесь именно даже, вот как вот в акциях смотришь в iPhone, Google, вот это оно. Да, дальше здесь есть график и Apple, и Alphabet вместе. В принципе, вроде как... Я именно его и смотрел. Да, вроде как у Alphabet было поменьше, поменьше, поменьше. Росты были у Apple сильные. Ну, видимо, еще по издев джурапсе. Да нет, это уже 2012. Это уже не Престив Джобс, да? Это уже он умер. Это уже, видимо, 5S и 6. Я не знаю, ну вот смотри, вот в 2013, в середине года, с конца 2012 тоже было падение. Было спад. Да, было спад. То есть, каким образом, почему, ну это... А сейчас уже графики пересеклись, и Alphabet уже как бы чуть повыше даже. И у них тенденция роста вверх. Да. Вот. Ну, такая небольшая статья. Сейчас, что бы еще тут про бабки-то такое сказать. Короче, короче, Google сильно растет. Мне вот тут Батя недавно рассказывал, что Apple, прям вот аналитики все говорят, что седьмой iPhone обязан быть прям настолько сильно прорывным, иначе вообще никто не купит. Что 6S настолько слабо отличался от шестерки, даже по меркам Apple. Так. Ну вот, и я лично как гик хотел бы попробовать Force Touch, или 3D Touch, как там он называется. Force Touch это в буках, 3D Touch в телефоне. Именно как новый элемент User Experience. То есть, ты вот на рабочке находишься, и жмешь именно сильно на иконку, и у него там всплывает дерьмо, типа там. И сразу пишешь SMS-ку, например. Ну, типа того, да. Я бы вот это хотел попробовать. На мой взгляд, это большой шаг. Ну, видимо, для аналитиков и для простачков, типа моего бати, опять же, это не считается, и поэтому... Ну, видишь, опять же, а сейчас как бы в Apple ржут сидят и видят, сколько они розовых телефонов в Китае продали. Ну, розовый, понятно, но... В общем, типа, аналитики предпочитают думать, что седьмой iPhone просто там взорвет башню. Посмотрим. Опять же. А когда он... Ну, как обычно, осенью. То есть, осенью 16-го. Время еще есть. Время есть. И для слухов времени еще до хрена. И для вот этих телефонов картонных, которые сделают прототипы. Да, да, да. Для пластмассок, которые покупают на Алиэкспрессе, все вот это еще будет. Так что ждем. Мы в этом подкасте обязательно обсудим. Вы, кстати, заметили, что давно не было новостей про Apple, а потому что... О чем говорили? Потому что акции падают. Новые... Так, собственно, из-за того, видимо, и падают. Мы не обсуждаем. Новые бетки 9.3 и 10.11.4. Это, ну, слабые информационные поводы для этого подкаста. Хотя пишите в комментариях, если вам интересно, что нового в новой бете 9.3. А дальше есть сильный... Эмоционально хотелось... Сильный информационный повод. Рутрэйкер, подводим предварительные итоги вечной блокировки. Как бы всех, кого задолбало, я немножко... Я немножко скажу, что здесь будет прикольная деталь, которую мы обсудим. То есть здесь будет не просто рутрэйкер, а у них ничего не упало там. Только упало что-то другое у кого-то там. На самом деле нет. Короче, в общем, такая тема. Есть небольшой график в этой статье про то, что количество просмотров и количество посетителей на рутрэйкере немножко упало, как бы, после блокировки Роскомнадзором. Но вообще практически... практически не сильно... не больше, чем 20%. Скажи, какой график мне показывает? Прям самый первый. Понял. Да. Ну, видно, что немножко небольшой спад есть, но он как бы не сильно заметный. Как бы... вот. Значит, суть какая? Роскомнадзор чем ответил? То есть были всякие приколы про то, что спасибо Роскомнадзору за... Спасибо деду за победу. Спасибо Роскомнадзору за то, что заблокировали рутрэйкер. Теперь там можно скачивать хоть чё. Вот. А Роскомнадзор ответил тем, что ты подождите, давайте посмотрим через где-нибудь 3 месяца. Потому что сейчас как бы посещаемость всё ещё есть. Потому что всё ещё заходят на рутрэйкер.орг, всё ещё мониторят, тем более бум информационный есть. А вот через 3 месяца где-нибудь посмотрим, когда уже останется core аудитория, так называемая, да? Её будет вообще мало, типа те, кто с тором, там, те, кто с плагинами обхода. Вот, вот типа и посмотрим тогда. Но рутрэйкер и администрация рутрэйкер предпочитают, думая, что всё-таки они всех оградили, всех защитили своими темами про то, как обойти блокировку, и у них будет всё хорошо. Ну, я вот даже не знаю, что сказать. Вообще, вот мне интересно чисто, ну мы просто действительно быстро сейчас об этом поговорили, поэтому есть время обсудить. А почему мы вообще с тобой в этом подкасте обсуждаем рутрэйкер? Но мы изначально, для нас это был прикольный повод про то, что у нас была как бы тема вот этих блокировок немножко затронута, информационная. Вот, поэтому это было прикольно. Поэтому у нас продолжается этот комом про рутрэйкер. В смысле, то есть изначально для нас был интересен сам повод того, что нас что-то блокируют? Ну, мне это просто по-прежнему интересно, опять же, как кейс того, как пытаются бороться с интернетом, но не могут его забороть. Ну, то есть, core аудитория, есть микро шанс, что делали рутрэйкер деньги именно с тех 15%, которые отвалились. Или там 5%. Допустим. Даже не потому, что они дебилы езжали на рекламу, а потому, что она у них хотя бы даже показывалась. То есть, те люди, которые все сразу обходы сделают, у них и отблок наверняка стоит. Может быть. И для рутрэйкера они монетизируются не с количества просмотров, а с количества показов рекламы именно. Может быть, они начнут делать нативную рекламу, которая именно как баннер показывается. И будут просто приходить, слушайте, здрасте, МВидео. У нас вот столько-то, столько-то посетителей в месяц. Вы нам платите вот столько-то тысяч рублей, сотен тысяч рублей, и у вас будет баннер здесь-то, здесь-то. Им, конечно, придется, как в нашей первой теме про минимальный значимый продукт, сначала ногами все это пройти, сначала у них вручную бабки ходить, чемоданами забирать. Но зато потом они смогут как-то это все придумать. Я не уверен, вот та реклама, которая у них сейчас уже есть, там, вот это «Попади, там, девочка снежком» флешевая. А ее убрали, интересно, сейчас? Не знаю, не знаю. Когда я последний раз был, даже из-под Тора у них вулкан по полной был. Да, у них там нормальная реклама. Ты мне, кстати, и последнее подтверди, здесь написано. «Роскомнадзор, пресс-секретарь заявил, бла-бла-бла, что все еще действует эффект Барбары Стрейзен». Вот это я не знаю, что за прикол. То есть это, видимо, какой-то у нее был эффект, что... Не, может быть, когда вышел трек Барбары Стрейзен, и он бомбанул... Так это, я думаю, это именно, это же актриса? Да, но она и актриса, и певица, то есть она всякая. Угу. Ну, я вот, честно говоря, не в курсе про ее эффект Барбары Стрейзен. Ну, давай, я пока начну про jQuery 3.0, а на сущном, что называется, перейдем к блоку разработки. Я пока загуглю. А ты пока посмотри, что такое эффект Барбары Стрейзен. Так вот, jQuery 3.0 вышла в статус беты. Аккурат в день десятилетия jQuery. То есть, ни много ни мало, 14 января 2016 года исполнилось 10 лет jQuery. Новость, конечно, подпродухла, и до подкаста дошла только через 3 недели, получается. Но мы и не унываем, так бывает. И на самом деле, да, мы обсуждали ее в прошлый раз в этом же подкасте, когда она вышла в статус альфы. И теперь, из-за того, что внезапно такое штука произошла, как такая штука с лющей, что Microsoft дропнули поддержку и E6.8. Угу. Точнее, даже не 6.8, а 6.10, получается. Да, короче, вообще всю поддержку дропнули 12 января Microsoft. Теперь jQuery такие, все, можно. И E8 тоже дропнули. Несмотря на то, что даже если вам нужно по-прежнему E9 и E10, и E6.8, если вам нужно, вы используете релиз 1.12. Угу. А если вам нужно что-то... Собирались сделать еще jQuery Compat, от слова compatibility. Ага. Но его тоже решили отменить, все, нахрен надо. Есть jQuery 3.0, и там все будет круто. Мы ждем, типа, jQuery 9+. И все. Сейчас я быстро про эффект BarbraStrazen вернемся. Так. Это то, что мы с тобой и говорили, то есть мы с тобой теперь можем круто называть. Это феномен, выражающийся в том, что попытка удалить определенную информацию приводит лишь к ее более широкому распространению. Именно часто посредством сети интернет. Возможно, там, когда были всякие фотки про носы. Тут есть какая-то фотка, да, какая-то фотка, которую она вот попросила удалить конкретно чувака. Тут именно как в GTA 5. Чувак ее сфоткал, именно вот тот фотограф, который, знаешь, ты за него выполняешь миссии. Да, вот чувак сфоткал на побережье где-то ее там из дома, где-то что-то. Она хотела, засудила его, попросила удалить, и это все больше еще расползлось. Ну, понятно. Это было в 2003 году, поэтому феномен как бы зародился тогда еще. Ну, то есть мы, в принципе, как-то что-то не в теме. Должны были быть с 2003 года. Вот Джейк Вейдер даже тогда не вышел. Эффект BarbraStrazen уже был. Так вот, ну мы напомним только некоторые главные изменения. То есть, короче, бета можно уже качнуть прямо через NPM. Или через CDN, код, jQuery, com, jQuery 3.0, бета 1.js. Так, отлично. HTTPS. Всю ссылку сейчас буду диктовать. Методы show и hide, они экспериментировали за все это время. Пытались делать, чтобы инлайново вставлялся style, display, none, style, display, не none. Но там написано, что у них возникли проблемы, если вдруг уже в стайл-шите, так скажем, в таблице CSS был указан display, none. То есть, если тут поставил display, none, а потом убрали, то стайл-шитовский все равно перекрывает. И даже с учетом того, что ты сделал шоу, ни хрена не шоуется. А вообще, кто-нибудь использует вот эту... Это же как бы анимация, по идее, Джейк Вейдер. Да, да. И кто-то вообще использует где-то ее? Ну, то есть, вот реально. Честно скажу, использую fade-in, fade-out. Я не знаю, чем имплементация различается с шоу и хайдом, но использую почему-то fade-in и fade-out. Я. Угу, понял. Прямо перед тобой сижу живой представитель. Есть случай с методом data, который сразу, вместо того, чтобы писать точка attr, метод attr, который берет атрибут и писать в первом параметре data, можно сразу писать data и название data атрибута. Мы в тот раз говорили о том, что они не будут различать фу-дефиз-бар и фу-заглавный бар, camel case, но будут разделять фу-дефиз-42 и фу-42 слипно, то есть с цифрами. Угу. Ну и вот они все еще думают, так делать или так не делать. И какой из этих двух показывать, если просто пустой data вызвать, и там все они будут. Ну, короче говоря, все еще есть issue открытый на гитхабе или issue, как там вам больше нравится, то сейчас скажут опять, что Ampersound неправильно произнесли. Так вот, есть открытый issue на гитхабе, где можно обсудить, поучаствовать в обсуждении. Ну, здесь они тоже думают по поводу того, как имплементировать промисы, которые в ECMAScript 2015 внедрили, с тестом на A+, промисы. То есть это те, которые были еще до официальных. Они хотят, чтобы и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Я имею в виду разработчиков jQuery. Так, вот, и они делают такие существенные изменения к методу then, который чейнит эти колбэки, чтобы по промисам они работали. Ну, это настолько сильные, так скажем, дебри. Кстати, тоже есть две issue, в которых можете поучаствовать в обсуждении. И там даже они сделали отдельный плагин, чтобы с A+, лучше работало. Видимо, они все-таки хотят уйти в классическую спецификацию ECMAScript 2015. В общем, пишите в комментариях, если вы уже на уровне альфа использовали jQuery 3.0, вам нравилось, и вы готовы нам сказать, что производительность реально быстрее. Вот, например, как я готов сказать, что я наконец-то дошли руки за то, чтобы на локалке включить PHP 7. И работает просто там, ну, в три раза быстрее. До трех раз больше влаги сохраняет у меня теперь локальный сервер. Так что реально работает прям. И никаких... Я работаю на WordPress, с WordPress никаких косяков не возникло, кроме того, что дефолтный плагин WordPress Importer написан с деприкейтинг функциями. Но это такое. То есть от этого никто не застрахован. Я думаю, его перепишут в споре. Следующая тема про разработку. Нужно ли использовать поддомен www? Вау. Очень давно вебмастеры уже думают по этому поводу. Очень давно все нассрали уже на www и не используют его. Да, кстати, вот чтобы ты знал, терминология, домен, который без www, то есть просто uwebdesign.ru, называется голый домен. Обнаженный. Нейкед? Нейкед домен. Окей. Так вот. И на самом деле автор статьи, а здесь, чтобы ты понимал, статья, она находится на сайте eswww.org. Причем с поддоменом www. Это естественно. И у них есть здесь две статические страницы, why use www и redirection, как редиректить. Так вот, и они пишут, что на самом деле Heroku, вот например, если говорить о клауд платформах, то Heroku всем рекомендуют использовать www, потому что если вдруг нужно редиректить трафик с сервера, который отвалился на здоровый трафик, нужно использовать DNS CNAME рекорды. То есть, допустим, у тебя несколько CNAME рекордов на один домен сделано, и если, грубо говоря, у тебя сейчас отвалился какой-нибудь там www1, то тебя будет редиректить на www2. Вау. Да, ну такие штуки, как Cloudflare, Heroku, у них все это же имплементировано и по-понтовому. Так вот, с Naked Domain нельзя прописать несколько CNAME рекордов. А какого хрена сами, собственно, эти господа не внедрят, чтобы Naked Domain могли тоже как бы так же... Ну, понимаешь, это те господа, которые спецификацию DNS адресов писали 20 лет назад и не намерены ее менять, потому что уже умерли. Отлично. То есть, это сложно, и здесь вкратце написано, что еще кроме того, кроме того, что есть такая проблема, если ты куки хранишь в Naked Domain, то они будут доступны в любом поддомене. А ты этого тоже, например, не хочешь. Вдруг у тебя есть поддомен, там, суперплатная секция .site.com, и ты не хочешь, чтобы куки, которые ты получил на site.com, у тебя были доступны здесь, потому что ты те же значения используешь уже с другими ключами. Если бы был www, то не было бы этой проблемы. Есть, конечно, здесь спецификация куков, в которых это пофиксено, но ее до сих пор не все веб-аппликейшн-пэкэджис имплементировали нормально. Короче говоря, используйте www, если вы хотите, чтобы ваш... Ну, если вы готовитесь к тому, что ваш проект станет популярным и будет, так скажем, проблемы с доступностью какие-то ощущать. То есть, мы пока на uobesign.ru забили на эту тему? Ну, на самом деле, переписать недолго. То есть, там nginx.config недолго поправить, но как-то вот пока подзабили. Как только жареный петух клюнет, так сразу и сделаем. Это отлично. Тут, кстати, этот сайт сделан на теме 2016, чтобы ты понимал. Нормально. Сейчас я убедюсь, я сделаю инспектор, инспекцию инспектора. Да, 2016. Чтоб ты понимал. Следующая тема у нас CSS Tricks. Это, грубо говоря, постер Child WordPress сайта. Короче говоря, Крис Койер на Media Temple блоге пишет, что его сайт это конфетка. Это просто картинка. Это вот то, как надо пользоваться WordPress. Практически постер Децла в полный рост. Тут, кстати, есть... Он просто и себя в полный рост. Есть, собственно, иллюстрация самого Криса Койера. Интересно, он сам ее рисовал? Понятия не имею. Мне кажется, если бы нет, то он бы где-нибудь там или в конце статьи, или где-нибудь писал. А иллюстрация предоставлена там такой-то телкой или таким-то чуваком. Ну, достаточно схематично так изображен. Ну, да, он прикольный, да. Хотя, конечно... Какого бы хрена мы его прикольным назвали. Посмотри, борода у него прям сплошная, а на башке волосики редкие. Да-да-да. Что же он этим хотел сказать? Неважно. В общем, он пишет, что я на CSS Tricks использую WordPress. Захозите на все на MediaTemplate, бла-бла-бла. Но, типа, я много лет назад уже выбрал WordPress и ни хрена не жалею. И вот он нам пишет, почему не жалею. Кстати, вот начинается WordPress-овская половина подкаста. Кстати, да, я не понимаю, почему оно у нас в разделе разработка. Ну, не знаю. Я хотел... Тебе понравилось? Потому что здесь связь как бы с MediaTempl. Да, и то есть вот предыдущая тема была про DNS, CNAME records, записи. А здесь сейчас мы на блоге хостинга это читаем. То есть какая-то такая... Все постепенно перетекается из одного в другое. Там, правда, соцки вырвутся сейчас после этого, но тем не менее. Так вот, это на самом деле еще и для тех скептиков, которые предпочитают думать, что WordPress это просто блоговая платформа и ничего серьезного на ней сделать нельзя. Вы не правы, уважаемые скептики. Так вот, первое. WordPress это блог. И поэтому удобнее всего... Как он говорит? Я, говорит, уже устал убеждать всех, что WordPress это не блогинговая платформа. Я просто согласаюсь. Да, это блог, но у него есть много других фич. Так вот, он пишет, что я там почти каждый день блог, пишу в блог. Все до хрена, прям в браузере все удобно и так далее. Ему нравятся дефолтные таксономии, то есть рубрики и метки. Categories and tags, если угодно. Они там все прям по понтовому работают. Он говорит, я даже иногда собственные таксономии делаю. Ну, здесь есть ссылка на запись в кодексе, где показано, как это делается. Никаких проблем, на самом деле. Я написал в рамках нового сайта UwebDesign.ru, написал два PHP класса. Один пост-типер, один таксонами-креэйтер. Которые создают кастом пост-тайпы и таксонами из одного мелкого конфига. Очень удобно и ничего сложного. Есть древовидный комментарий. Почему он это отметил как какой-то плюс? Ну, для него это прикольно. Он пишет, что он больше, чем вложенность 2 не использует. Ну, это правильно. Ну, конечно, он говорит, меня бесит. Потому что на мобильном это вообще будет худшее. Согласен. Он пишет, что Markdown поддерживается. Причем, как в самих постах, так и в комментариях. Правда, он пишет, что Jetpack, официальный плагин, поддерживает это. Есть много других, Крис. Использует другие. Так вот, он пишет, есть еще форумы. То есть, BB Press. Я, кстати, вот мы с тобой еще это не обсуждали. А думаю попробовать на UwebDesign сделать микрофорум. Я, причем, хотел сорваться и сделать прямо форум. UwebDesign.ru на PHP BB. Но пока держись, потому что, возможно... Булетин. Да, возможно, это не будет минимальным, значимым продуктом. И никто там не будет писать. А время уже потратится на разворачивание. Не, ну ты, главное, нас модераторами назначь. Это самое главное. И большую аватарку, да. И цветные статусы. Так вот, ну просто BB Press, он очень быстро поднимается. И он использует тех же юзеров, которые уже зарегистрированы на сайте. Поэтому очень удобно. То есть, у тебя в одной инфраструктуре все крутятся. Он пишет, кроме этого, есть еще плагины, которые дают платные подписки. Но он здесь рекламирует Restrict Content Pro. Есть как бы и менее платные решения для того, чтобы это имплементировать. И у тебя, грубо говоря, те же пользователи, что на форуме. Они же попадают в платную зону на сайте. То есть, очень удобный юзер менеджмент. Уже практически из коробки. Так. Пишет, много кастомных пейдж-темплейтов используется. То есть, вот здесь он делает скрин, выпадающий шаблон в страницах. About page, альманах, группа, all set, single. У него до хрена разных используется. И он их прям не применует везде сувать. То есть, например, у него видео, это тоже пейдж-темплейт. Я, честно сказать, не совсем понимаю. Ну, я код у него не смотрел, не вникал. Какого хрена у него видео, это не кастом пост-тайп с отдельным шаблончиком, а именно статическая страница с шаблоном. Но, видимо, он так и хотел. Не знаю. То есть, можно посмотреть, проанализировать его код. Или он сделал page-attributes. Вот этот мета-бокс для постов. Хотя, рекомендуют этого не делать. Ну, не знаю, посмотрим. Так вот, фиды для всех. Он пишет, что RSS из коробки, это прикольно в WordPress. Ну да, кастомный контент. Он здесь пишет, что у него есть скриншофт, шифт и так далее. То есть, есть, так скажем, кастом пост-типы. Он может продавать с помощью VooCommerce. Это все в рамках одного сайта. То есть, ты можешь один раз зарегистрироваться, и он будет помнить, что ты покупал, что ты писал на форумах и вообще много всего. Можно расширять из-за системы хуков, о которых мы неоднократно говорили в этом подкасте, в других выпусках. Можно менять разметку там только в Media Upload или только после того, как ты пишешь обновить пост. Ну, бесконечное количество разных штук. Он, конечно, говорит, что ему нравятся эстетические генераторы, типа Jackal и Middleman. Но только для личного какого-нибудь бложика и прикольного. Но не для таких больших, так скажем, сайтов, как у него. А он предпочитает, думаю, что у него большой сайт. Так что пишите в комментариях, как вы считаете, можно ли использовать WordPress для таких прям больших системных сайтов. Тем более, что мы на ее веб-дизайне все равно будем так делать. Поэтому критикуйте прямо сейчас. А мы переходим в раздел социальных новостей. Соцки. Так вот, первое у нас новости соцок про Twitter. Как бы, причем, громкая достаточно новость. Мне даже грустно, наверное, показалось в тот момент, когда вообще это... Ты причем оставил, я так понимаю, одну только, да, новость с сыроем рук? Ну, ты, если хочешь, я могу найти и ту, которые были на РТ. А в принципе, давай одну, да, нам в принципе одной хватит, да. Twitter планирует ввести Edge Rank. Так гласит новость. Но на самом деле, как по ходу рассмотрения статьи, мы поймем, что, возможно, и не планируют. Так вот, издание BuzzFeed. А как в других источниках написано, что просто в СМИ появилась новость о том, что Twitter на следующей неделе уже займется внедрением алгоритмической сортировки твитов в ленте. А это, чтобы вы понимали, так же, как на Фейсбуке. Вам будут показываться не только твиты, которые будут там, на которые вы подписаны, там, кого вы зафоловили, да, допустим, друзей, или какие-то, может быть, социальные медиа, опять же, какие-нибудь бренды. И они у вас идут просто как бы по тайм-ленте, просто по времени, как они были запощены. Нет, теперь они будут типа как на Фейсбуке, то есть будут всплывать, у вас просто самое популярное за вчера какое-нибудь популярное, что-нибудь такое, что нравится вашим друзьям, например. Какие-нибудь тоже, опять же, бренды. Может быть, вы никогда, нахрен, не любили какую-нибудь там Кока-Колу, а тут, хоп, у вас пост Кока-Колы возник, потому что у вас 10 друзей упиваются этой Кока-Колой и читают в Твиттере. Вот. На самом деле, я когда первый раз увидел, у меня холодок пробежал по спине. Холодок пробежал, потому что Фейсбук, на самом деле, я не знаю, почему, может, так, не знаю, у нас мозг устроен, но я Фейсбук, честно говоря, не сильно воспринимаю, то есть как что-то информационное, откуда можно просто свежую информацию. Казалось бы, можно, да, то есть подписаться, опять же, но каждый раз из-за того, что тебе подсовывают то, что ты типа хочешь видеть, ты можешь упустить реально посты, в которых ноль лайков никому нахрен не понравилось, но это было бы прикольно посмотреть. Или, там же еще на Фейсбуке алгоритм так иногда, вот есть у тебя условный друг Икс, если ты две недели не лайкал у друга Икс, ничего, то тебе прекращают его показывать и начинают показывать только там раз в месяц. А вдруг у друга Икс родился ребенок Икс, и вот этот бы ты лайкнул, а так ты об этом уже не узнаешь. И да, и это реально, вот это реально проблема. Я не знаю, как сами по себе Фейсбук на это отвечать, если сейчас задать Цукербергу, а какого хрена у тебя такой алгоритм, он скажет, ну ты знаешь, американцам на самом деле насрать, им бы вот лишь бы видеть, что вот сейчас самое популярное. Им самое главное релевантный контент, им не важно знать все про всех, им вот, что им больше всего нравится, ну как бы да, есть мнение. Да, и вот такой слушок-то прошел в СМИ, что действительно Эджеранг будет внедрен в Твиттер. На что на самом деле, на что? Давай, нет, давай сначала просто, мы вот сейчас у всех бомбануло, бомбануло. Все сейчас, аааа, подкаст на паузу поставили, полезли проверять прямо, да? Да, вот. Тут, кстати, приводятся небольшие статистические данные о том, что Твиттер-то немножко теряет свои позиции. Здесь приведено количество активных юзеров за месяц в Твиттере, и тут видно, что на самом деле он не так сильно растет, как хотелось бы, потому что активные юзеры, тут вот есть дау, типа по дням, да или актив юзер, у Фейсбук это намного выше рост. У Фейсбука в день растет столько, сколько у Твиттера в месяц практически. Поэтому, поэтому, как бы Твиттеру хочется развиваться, и они смотрят на алгоритм Фейсбука, почему бы не сделать так, ну якобы, да? Вот, тем более Фейсбук, и тут написано, что он супер успешно монетизирует свою мобильную аудиторию с помощью того, что у них есть Инстаграм. В Инстаграме, как вы знаете, есть реклама, то есть реально посты, фоточек от рекламы просто спокойно среди ваших постов появляются. Я-то это не знал. И, допустим, опять же, у них есть WhatsApp и Messenger, и тут написано, что они анализируют аудиторию по переписке, WhatsApp и Messenger. То есть, не дай бог, вы много писали про Звездные войны, вам знаешь, что будет в Инстаграме показываться, опять же. Да уж. То есть, в принципе, у них тут полная зависимость от рекламы, а у Твиттера как бы не очень. Вот и поэтому... Хотя в Твиттере тоже есть уже много рекламных фейсбук. Реклама, да, кстати говоря. И рекламные твиты, и какой-нибудь там, знаешь, рекламный хэштег есть, по-моему. Ну, там, там есть... Вот особенно в мобильном приложении. То есть, я вот по утрам Твиттер читаю в телефоне, и там прям это сколько угодно. Я думал, ты скажешь в туалете. В ванной. Ну вот. Господин Джек Дорси, глава Твиттер, уточнил, что планов поменять принцип сортировки Твиттер на следующей неделе нет. Он именно так и пишет. Hello, Twitter, regarding RIP Twitter, потому что как бы появился хэштег RIP Twitter, естественно. Потому что многие захейтили эту тему. То есть, всем не понравилось, что ну какого хрена такую сортировку делать. И вот он пишет, что... I want you all to know, we're always listening. We never plan to reward the timelines next week. Именно next week. Вот я как бы... Интересно, а через месяц хотят ли они поменять? Хотят ли они рост действительно, как у Фейсбук? И будет ли рост? Или наоборот все отвернутся от Твиттера и уйдут в Фейсбук? Вот если вернуться о том, что в СМИ было упоминание, то вот на РТ, я прям даже сейчас... Эх ты чёрт. Вот RIP Twitter. Там было написано, что... Но, типа, успокойтесь, будет возможность включить другой алгоритм. Здесь, кстати, тоже очень прикольная тема. Я тебе сейчас... Да нет, я тебе не скину, блин. Ладно, я тебе просто покажу. Тут есть картинка, в которой... Так. Твиттерная птичка, как зомби, восстаёт в виде Фейсбук птички. Мне прям очень понравилась эта картинка. И здесь написано, что... Если сейчас... Ну, в хронологическом... Ну, короче, да-да-да-да-да-да-да. Восприняли штыки. Тут ещё... Я не могу. Тут ещё... Оби-Ван пишет. You were supposed to destroy Facebook, not join them. Ты должен был... Да. Там очень крутые мемы сделаны по поводу этого RIP Twitter. Да, это прикольно. В общем, в какой-то из этих новостей было написано, что будет возможность включить хронологический порядок. Ну, это, кстати, прикольно. Просто они действительно могут сделать отдельную тайм-ленту просто популярную. Почему нет? Тем более, что они в некоторые разы пытались сделать же там в курсе. И там показывались ещё лайки твоих друзей и так далее. Я насколько помню, кстати, в Фейсбуке есть такой режим популярный, есть режим типа не популярный. А там режим последний. Но он всё равно не полный. Он всё равно чуть-чуть там с алгоритмом. Новейшие популярные новости. Да, да. То есть там всё равно не так хорошо. Пишите в комментариях, если вы сильно прям в Фейсбуке, знаете, вдруг есть какие-нибудь расширения на хром. Хотя это же на сервере происходит, а не на клиенте. Ну, не знаю. Ну, вдруг. Не, ну опиху там какую-нибудь дёргают. Нет. Хорошо, а поддёргать опиху-то. Так, переходим к следующей теме. Она у нас называется «Гугл и поисковые запросы». На самом деле, здесь немножко про переработку гуглом мобильной выдачи. Мобильного показа именно про путешествия всякого поиска. Результатов поиска. Здесь статья о том, что Гугл немножко переделал показ поисковых запросов про путешествия. Например, если ты пишешь «Where to go in Russia» в телефоне, да? То тебе показывают, собственно, «Russia Destinations». Например, такие как «Сент-Петербург» и «Маскл». Ух ты. Которые «Never Sleeps», как мы все понимаем. И там будет такая кнопулечка вниз. Я просто, чтобы ты понимал, почему-то картинки отвалились в статье. Оу. Так вот там есть картинка. А, всё, появилось. Первый скрин, да, с флэт... фу, флэт. Именно материал, дизайн иконкой вот этот вниз. Ну да, тут прям цена на билет. Да, и ты можешь... На ночлег. На ночлег. Ты можешь раскрыть, чтобы у тебя полный ночлег был. Ты можешь сделать, кстати, фильтр, опять же, на телефоне. И задать, допустим, «All Interest» в интересах. «All Interest», «Adventure Travel», «Architecture». Ну вот, в общем, вы понимаете. То есть, они работают немного с выдачей про путешествия. Интересно, это как-то монетизируется или они просто покрасивее её делают? Я думаю, большинство, так скажем, запросов именно с телефона, именно в чужих местах, они такого характера, и просто Google потом будет платную рекламу вот в такие места засовывать, продавать её, и да. Ну да, вот, кстати, здесь раскрытая Moscow, например, она выглядит с большим таким... Кремлём? Да, с большим таким Кремлём, как бы это ни звучало, и описание, то есть, это уже раскрытая Moscow. Moscow on the Moskva River in Western Russia. Да. Причём чувак, как бы, на американском сайте, практически американец, пишет про W2Go on Russia. Возможно, он хочет полететь к нам сюда. Вот. Вот такая прикольная новость, на самом деле. Я попробовал вести у себя, короче, W2Go on Russia. Не получилось такого, вот такой выдачи. PostScript. Это экспериментальная фича от Google, которая может измениться со временем. И, видимо, может не работать в России. Видимо, да. Окей. Следующая новость, ещё более горячая, чем про Google и поисковые запросы, хотя, казалось бы, куда ещё. Плейбой и обнажёнка. Давай немножко поговорим про... Меня, кстати, пофиксили они. У меня скроллинг больше не... Ну, давай немножко расскажем про это говно, которое было. Короче, мы смотрим на сайте tjournal.ru для наших слушателей. И здесь, короче, справа баннер. Мы, как истинные веб-шерлоки, мы сразу раскусили, что какого-то хрена у нас при скроллинге вот этой статьи на сайте. Хоть куда причём, хоть вверх, хоть вниз. Она, да, она начина... Сам сайт, он сразу, как бы, хоум. Он сразу ап. Он, короче, сразу скроллится снова вверх. Угу. И мы как-то сразу поняли, что это из-за правого баннера с соцсетями. Возможно, даже из-за фейсбучного вот этого, этого. Мы взяли просто тупо и в инструментах разработчика отрубили правую панель всю нахрен. И он перестал скроллиться. Сейчас, возможно, пофиксили. Сейчас пофиксили, я уже ничего не отрубал, не скроллиться. Поэтому перейдём непосредственно к контенту. Да, контент такой. Плейбой посвятил первую нейротическую обложку селфи и снэпчат. Ну, это достаточно громкое название, что именно селфи. И именно снэпчат? Да, именно снэпчат, потому что типа плейбой перестали постить naked photo. То есть больше не будет голых баб в плейбое. С марта они обещали вообще полностью всё обнажёнку из журнала вырезать. Я даже... Ну, сейчас мы обсудим статью, потом попробуем подумать вообще, какого хрена. А там написано, причём в конце статьи. А, ну круто, круто. Ну вот, а как раз я могу сразу сказать, почему. Потому что они... У меня, между прочим, скроллится всё равно вверх. Да, у меня нет. Ты то есть нормально, да? Я нормально. Ну ты можешь проскроллить до предпоследнего абзаца? Ну ты скажи вообще движуху с этой сарой. Блин, у меня тоже скроллится. Так вот, движуха такая. Причём у нас с тобой разные браузеры. У меня хром, у тебя сафари. Да, я просто сейчас опять контент, контейнер-то этот... Контейнер-то, дисплей нониш? Ну. Да, короче говоря, я тоже это сейчас сделаю, как бы, почему нет, в принципе. Всё, нормально. Живём, да? Так, так вот. Движуха с этой девочкой. Сейчас я ещё раз, как её зовут? Сара Макдэниел, да. Во-первых, прикол в том, что у неё разные глаза, разного цвета. Разные глаза, левый и правый, вы сами понимаете, да. Один зелёный, другой голубой. Ну это, видимо, какая-то фотомодель. Она позирует абсолютно не раздеваясь. Ну, естественно, немного, как бы, конечно, есть оголённые части тела, так скажем. Но не все. Нет ничего там, никаких открытых сосков и т.д. и т.п. Она... И самое главное, что, как бы, все фотки сделаны, как будто она сама себя фоткает. Ну не все, но некоторые, да. Типа селфи. И как бы они передают то, что это как бы... Как бы, ну просто, вы как читатель, вы натурально получаете фотки, как будто её парень. Вы смотрите, и она вам с утра посылает свои фотки утренние, как она проснулась, и вам так круто прям. Вы смотрите, и как будто это не фотограф, и как будто не сто света, софиты, вот это её не мазали там. Никаким этим... Нет, она проснулась, сфоткалась и вам отправила. Вы передёрнули нормально на журнал и закрыли. Всё окей. Вот. И тут как бы... И самое главное, что на обложке журнала Playboy здесь есть небольшая такая вставочка снэпчетная. Вот этот вот... Хей. Да, вот этот хей, который можно подписывать в снэпчете, я так понимаю, просто описание к фотографии. Ну да, скорее всего. Да, комментарии к фотке. Вот. Ну просто прикол. Типа, ещё и более популярный. То есть, возможно, Playboy начал ориентироваться на более молодую аудиторию. Возможно. И как бы молодую аудиторию уже заводят вот когда такие фотки, а не когда просто голый по Мэл Андерсон, кстати. Которая, кстати, была на последней обложке Playboy, а именно голая. Да, я здесь вижу. Вот. К тому же, в этом же номере, мартовский номер Саре Макдэниелл, начнётся продаваться с 12 февраля. Помимо модели, также будет материал, посвящённый Дри Хемингуэйтам. Между прочим, правнучка Эрнеста Хемингуэя. Я чуть не прочитал этого... И как там Вови, как его зовут? Хемингер Настуэй. Да, Хемингер Настуэй, да. Ну, на самом деле, да, здесь написано, что по словам представителей журнала, доступность порно в интернете сделала журнал не таким популярным, заставила его искать новые форматы. Ну, я, знаешь, ещё доступность рекламы часов, возможно, в интернете, потому что задолбали. В Playboy, мне кажется, там рекламы так же, как в Facebook. Духи, часы, машины, как обычно, да. Нам друг рассказывал, мы сами не знаем. Друг рассказывал. Ну всё, можно переходить к разделу WordPress. Ну, дежурно ли тоже много рекламы, поэтому мы её и скрыли. Ладно, переходим на следующий блог про WordPress. Статья сегодня с Motion Magazine. Так. Кстати, сегодня Виталию Фридману, основателю, хозяину, я не знаю, как они его там называют, господину. Ему много лет, сколько-то лет ему исполнилось. Короче, у него сегодня день рождения, поздравляю. Мы его поздравили в паблике уже, как бы написали, но вот ещё раз. Да, сегодня вы уже нас слушаете во вторник, как минимум. Он, возможно, сегодня нас похмели уже. Да, он уже, блин, чуваки, второй день подряд, помню. Да. В WordPress 4.4, мы, кстати, в этом подкасте уже тоже об этом говорили, добавили Term Metadata, которая теперь отдельно хранится в таблице Term Meta. То есть, ну, WP Term Meta, если с дефолтным префиксом говорить. И хранит она такую информацию Term ID, Meta Key, Meta Value и Meta ID. Так. Meta ID — это увеличивающийся для каждой записи. Term ID — это ID-шник, к которой таксономии, так скажем, к какому элементу таксономии она относится. Ну и Key Value — это коды. Код. Ключ и значение. Так вот, функции есть AddD Term Meta, Update Term Meta, Delete и Get. По названию, в принципе, всё понятно, что происходит. Скажу, как обычно, что Update Term Meta, скорее всего, работает и как добавление. То есть, если такой не было, то она и добавит. Я сейчас заодно это и загуглю. Так, по-моему, это прям будет полезно. Давай. Неловкая пауза, да? Между прочим, у них тоже, у нас в Machine Magazine реклама Media Temple. Ух ты! Так они на них же и хостятся. Возможно, если Media Temple хочет, чтобы у нас реклама была в подкасте, то пусть тоже пишут. Нет, мы не меняем наши хостинги. Мы не такие. Не такие, ты считаешь? Согласен. Только Now UI Kit пусть лучше у нас рекламируется. Так вот, да, я загуглил, Update Term Meta создает этот ключ и значение, соответственно, если он еще не существовал. Так вот, как использовать? На самом деле, мы все помнят, что создавать Custom Post-типы и Taxonomy надо только на Hook Init. Иначе не сработают. До Init они сработают и после не сработают. Поэтому вот представим, что мы зарегистрировали Taxonomy Features на Hook Init. Все. Назвали ее House Feature. Ну, то есть ее слаг, будем говорить, такой. И она к пост-типу Houses относится. Так. Так вот, и после этого мы можем, так скажем, написать, что... Короче, Action'ы, точнее Hook'и, ну, Hook'и в общем смысле, Action'ы в узком смысле, будут выглядеть так. Taxonomy'я, нижнее подчеркивание, the Deformed Fields. То есть, грубо говоря, в данном случае House Feature. Если у нас бы... Это... Ага. Taxonomy'я называлась просто Feature, это было бы Feature, а the Deformed Fields. То есть, это дефолтный экшен. Мне напоминает немножечко Аяксовый обработчик. То есть, там тоже пара экшенов, VP, Priv, No Priv, чтобы Аякс работал и в админке, и на просто страницах. И там в самом начале надо точно так же название самого экшена, который в JavaScript'е отправляешь, он соответствует экшену в PHP. Я сейчас... Небольшой прикол просто про Аякс. Я недавно, короче, надо было в универе написать статью. Я, естественно, как написал, я гуглил там многое всякое. И, короче, нашел статью, которая... Там было немножко про Аякс. И, короче, она была как бы отсканирована и уже в картиночках была. В самом именно из инета, когда я выдергивал. Короче, а потом, чтобы уже ее... Чтобы как бы не перепечатывать, естественно, все это дерьмо, я взял файн-ридером, прогонял. И он... И там в файн-ридере, короче, причем в онлайном, который всего там 10 бесплатных стоят, не реклама. 10 бесплатных страниц в файн-ридере можно сделать, значит, когда зарегистрируешься, причем. Он... По ссылке в описании. По ссылке в описании. Ребята, реально. Ну вот. Нет, короче, суть в том, что там нужно задать язык, что ты именно файн-ридишь. И я задал русский, и он, Аякс, как бы мне просто перевел, что это Аллах. И все, он понял, это как Аллах. Ух ты. Потому что, ну понимаешь, Джей, ты похожа, в принципе. Согласен, да. Окей. Неплохо. Так вот. И вешаем callback, в который передаем таксономию, причем, на самом деле, передача таксономии как параметр, функцию, это равно объявлению ее как глобальную переменную. Поэтому, почему именно тут ее передали как таксономия, а feature groups объявили как глобальную переменную, не ясно. Ну, в общем, вы формируете div, в нем label, элемент формы, и в него, соответственно, записываете, парсите, те значения, которые хотите принимать. Name, в данном случае, add new feature, и у нее есть, кроме того, что, так, сейчас посмотрим, какой он тут добавляет. Select он добавил в самом низу feature group. Мы можем выбрать из тех, которые в массе feature group с глобальным хранятся. После того, как мы выбрали, нам нужно, естественно, как-то это сохранить. Для этого, action created, нижнее подчеркивание, и слаг таксономии. Ну, в данном случае, он выбрал callback save feature meta. Ну, название я имею в виду. Ну, и просто пост-запрос летит, если у поля с названием, с name feature group, в данном случае, это select, как вы можете видеть. Есть какое-то значение, и оно не равно пустоте, то мы, естественно, прогоняем через sanitizer, и после этого добавляем через add term meta. В данном случае, term id и ttid передаем как параметры, и используем здесь дальше. Ну, здесь он пишет про 4 значения, которые принимает 4 параметра функции add post meta, id, ключ, значения. Практически они идентичны тем, которые уже в таблице хранятся, мы в самом начале сказали. И 4 параметры, это unique. Если у нас должен быть уникальный идентификатор term id, то, ой, точнее, meta id, то пишем true, да. Но он говорит, хочет, чтобы у него дом был только в одной группе, поэтому он сделал unique. То есть оно только уникально можно хранить и перезаписывается в случае чего. То это точно так же делается, как update, только вместо action add form fields, edit form fields используется. Сейчас я убедюсь. Давай. Проскролил просто. Да, edit form fields. То же самое, мы пишем такую же форму. Здесь в данном случае они таблицы верстают. Если уже значение есть, они его getят и приписывают туда, и по обработчику, естественно, updated. Так. Обработчик будет edited house feature, то есть, ну, edited таксонами. Был created, стал edited. И точно такой же обработчик. Если прилетел, то делаем update, term meta, и все, никаких проблем. На самом деле, я бы даже сделал по-другому. Я бы сделал на два экшена и на created house feature на edited одну функцию, которая сразу делает update, term meta, потому что она и создает ее, и если... Ну, в смысле, да, если она не существует, то создает, сэкономил бы место. Хотя, может быть, напишите в комментариях, если вы меня поправить хотите. Или вообще, если вы смогли на слух или на зрение воспринять наш поток мыслей. Но вообще, я тебе, Никита, скажу, отвлекаясь от темы, что вот эти наши, так скажем, подробные мысли про разработки, их прям позитивно принимают, их любят. То есть, хотят учиться. Хотят прям вот на слух это пытаться воспринимать, смотреть и пропускать через себя. Отлично. Может, они просто, знаешь, они делают что-нибудь другое, но их вдохновляет, что кто-то еще что-то им объясняет. Может быть, не знаю, но вот, да. Здесь нам объясняют, как использовать значение вот этой вот мета, term metadata в столбике. Чтобы ты понимал, столбики вот эти в админке, знаешь, там, типа, автор, количество комментариев, вот туда можно добавить вот эту тоже term metadata. Для этого используется action manage edit taxonomy columns. И в колонку добавить add feature group column, уже известный, так скажем, метод, который давно был. Просто название у него такое, это return тот и тот. То есть, это фильтр, это не action. То есть, мы внедряемся в уже существующие колоночки, добавляем еще одну и все. То есть, это мы добавляем в саму колонку, и чтобы добавить туда контент, manage taxonomy custom column. То есть, здесь опять же есть add feature group column content. Мы берем глобальные переменные. Если колоночка не feature group, то return context, то есть, return content проходим мимо, что называется. А если нет, то берем get term meta и выводим ее, как положено. То есть, все крутится вокруг трех функций. Четырех. add for term meta update, remove и get. Кстати, здесь есть даже screen. Там показано, как это будет выглядеть. То есть, видишь, group справа. Ну, там screen такой... Блин, я на Playboy опять вернулся. Screen такой невзрачный. Там bedroom, kitchen, living room, living room. Да, да, да. И можно отсортировать по нему, естественно. Здесь сразу же, как делитить. То есть, через delete term meta все показано. Как их ретриевать from by meta value, грубо говоря, в этом. Так, get terms функция, как get posts старая, используется до того, как vp query использовался. Но здесь у нее аргументы точно такие же, как у vp meta query класса. То есть, meta query array array key feature group value kitchen compare like. Можно не compare, можно убрать compare по дефолту равно. Здесь like, то есть, похож. Короче говоря, meta запросы можно хоть как, хоть в общем meta query использовать, vp meta query, хоть в get terms, неважно. Синтексис примерно одинаковый. И мы можем даже запрашивать только те, так, в случае здесь предметы, да, только те предметы интерьера, если применительно к этому примеру говорить, которые предназначаются для кухни. То есть, мы на главный листинг выводим. И даже фильтрацию можно опять же AJAX сделать, сделать несколько кнопок. Кухня, bedroom, living room. Вот так вот я выборочный перевожу. Кухня, спальная и гостиная. При нажатии на них мы подсовываем новые meta query. И выводим, соответственно, элементы домашние, у которых только вот такой-то. Так, ну, кстати, я тебе попрошу просто, не то что отвлекаясь от темы, но просто вверх подняться. И справа в сайдбаре есть Smashing Job Bar. И там, между прочим, на русском написано, ищем WordPress разработчиков в Ukrainian. И в Прагу. В Праге, да. Да, то есть, грубо говоря, они нужны. То есть, WordPress, наш раздел, он нормальный заходит. Да, там причем прям по-русски, прям чуть ли не Proxima новой. Ну-ка, мне интересно, какой это шрифт. Ну, не очень, как Proxima нова выглядит, конечно. Но очень похож, но не он. Сейчас точно скажу, какой. Нет, Proxima нова Radiolars. Смотри-ка, я это угадываю. Ну, просто реально, похож, только он меньше, и от Kerning как-то по-другому. Там, конечно, еще с кодировкой проблемы. У меня N вопросик. Да, 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 да. Но да. Это была первая новость про WordPress. Вторая. Том Макферлин. Он... Я, на самом деле, часто в паблике его статьи выкладываю, они прикольные. И он вообще пишет очень много про WordPress. Причем у него даже его собственный стартап Pressware. Так. Ну, короче, он просто... Можете у него заказать сайт себе. Отлично. Это не реклама, это я просто... Потому что понять, что чувак-то не хрен сапачи, а целые сайты делает. Он говорит о том, что... Есть много мифов, существует по поводу WordPress, что вот с кем бы ни поговорил, что... Блин, да WordPress легко, да че там, да говно. Ну, всего лишь блог. Даже не в том смысле, что по функционалу, а в том смысле, что легко его учить. Ага. И он говорит, блин, ну... Это вот вопрос сразу в том, а вы вот разработчик или вы имплементатор? Вау. Это практически оскорбление. Ты че, имплементатор же? Да. То есть, или ты макет просто в WordPress переводишь базовый, или ты прям кастомишь функционал. Вот, например, вот из предыдущей статьи в Smash & Magazine мы добавляли колонки в термин-мета. Так. И... То есть, у тебя есть список тегов, и ты прям на админке наворачиваешь еще фильтрацию этих тегов по тому, к какой комнате эти теги относятся, да? Грубо говоря. И это, блин, до хрена делов, на самом деле, для имплементатора. Он будет думать, да не, ну че, вам это не надо, наверное, там, туда-сюда. На самом деле, сами такими были. А теперь-то мы вгрызаемся в WordPress прям по полной. Так. И поэтому, на самом деле, WordPress is easy. Это не обязательно правда. Во-первых, даже если у вас есть хороший бэкграунд в PHP, в event-driven programming, то есть программирование, основанное на событиях, то есть даже не обязательно как в JavaScript, а вот я уже говорил, что в WordPress и диалоге вот эти экшены и фильтры, то есть хуки, они очень похожи на ивенты. Если происходит то-то-то, то вот эти коллбэки вызови в таком-то порядке. И JavaScript, короче, если все вы знаете, то, конечно, будет норм. Но если нет, то нужно еще много всего учить. Шаблонизацию, API, как, в принципе, собирать там темки и так далее. То есть, грубо говоря, если вы хорошо знаете разработку, то более или менее подтянетесь. И то есть много очень вещей, которые нужно делать в WordPress way. Well. Well. Да, то есть, грубо говоря, вот вы предвыкли, допустим, подключать кусочек через include once или require once, PHP-шные. А в WordPress есть функция get template part. И все. Которая, на самом деле, у нее, конечно, больше минусов, чем плюсов. Потому что если ты делаешь include once, то те переменные, которые у тебя только что были над include, можно использовать внутри файла. А если get template part, то там абсолютно новый scope. Ну и на самом деле, ты, грубо говоря, абстрагируешься. То есть, у тебя есть условная переменная там content. И она у тебя в разных файлах значит разная. Не потому, что просто у тебя мясо тупое. А ты так и хотел. Там у тебя один контент, а внутри у тебя уже scope другой. То есть, это вопрос подхода, на самом деле. Ну и здесь написано, что нужно дохрена знать про базы данных, чтобы быть хорошим WordPress разработчиком. Много знать про PHP. PHP, желательно седьмой уже. Спейсшип-оператор использовать и так далее. Летать на спейсшип. Да, frontend development и сервер-администрацию. То есть, кроме того, что вы можете любой шаблон перегнать в WordPress темку худо-бедно, и то блоговую. Это не значит, что WordPress это легко, потому что даже в самом WordPress всегда есть куда учиться. Например, WPCLI. Ну да. Это терминальная утилита, которая позволяет вам очень быстро разворачивать WordPress и, исходя из готовых рецептов, писать какие-то конфиги, баш-скрипты. REST API, который позволяет вам писать JavaScript-приложения на основе данных, которые вам прилетают из WordPress в JSON. То есть, это вопрос того, что на самом деле вы хотите достичь как WordPress-разработчик, и так легко вам это будет выучить. Отлично. Философский пост. И на самом деле он даже нам нужен как мостик к REST API. А знаешь почему? Ну-ка. Потому что меньше, чем 20 плагинов в официальной директории всего лишь используют WP REST API. Опа. И в основном многие из них это Advanced Custom Fields to REST API. Advanced Custom Fields to WP API. Advanced Custom Fields to WP REST API. Custom Contact Forms. Вот самый, так скажем, многочисленный. У него 70 тысяч установок аж. Потому что у многих, например, Inventations for Slack, причем этот плагин, про который писали на WPT, он меньше, чем 10 установок. Смешно. Да, короче говоря, не спешат разработчики имплементировать REST API функционал. Но скажу сразу, Custom Post Type UI уже имплементировали у себя WP REST API. В том смысле, что по дефолту, когда ты делаешь там, ну там, youwapdesign.ru slash WP JSON, тебе прилетают только посты. А в тот момент, когда у нас будут новые кастом посттипы, типа видео, книги, отзывы, не дай бог я сейчас вам инсайдерскую информацию слева о том, какие у нас будут кастом посттипы, по дефолту они не будут прилетать через API. Вот в Custom Post Type UI можно уже поставить галочки, чтобы эти посттипы тоже потом прилетали, когда в WordPress 4.5 куски REST API внедрят в ядро оставшееся. Так. Вот. То есть, почему-то его здесь нет в списке, хотя оно тоже использует, как бы это сказать. Короче говоря, в принципе, нам Сара Гудинг хочет сказать, что не спешат чуваки почему-то. И, ну, она, как обычно, философски на все смотрит, что на все нужно время. И бегать и орать по подворотням, что WP REST API это круто, это одно. А написать что-то крутое, что его будет прям использовать, с отловленными багами и так далее, это другое. И следующая статья опять же вытекает из этой. У нас на самом деле композиция вся продумана. И просто так мы темы эти в таком порядке выстраиваем и вообще именно эти темы берем. WP REST API задерживается. Ну-ка. Потому что вчера, а именно 5 февраля написано новое, значит 4 февраля, чуваки в слэке встречались в канале... Да, буханулись по слэку. В канале Core REST API встречались и обсуждали, что еще надо запилить. Ну-ка. Кроме двери. Так вот, не все они успевают к 4 и 5 запилить, потому что очень много нужно всяких вещей, типа а запароленные посты, как показывать, как-то ключ, чтобы прилетал там и так далее. То есть это же, это на словах вроде прикольно, а на самом деле до хрена всего надо имплементировать. На словах ты лев толстый REST API. Да, а на деле... А на деле меньше 10 установок у тебя. Так вот, нужно, чтобы полностью read, create, update, delete сделать, нужно очень много периферийных всяких фич, дополнительных проверок и так далее. И вот отмазываются, чуваки говорят, не успеваем. Блин, Мэтт. А он говорит, да вы как бы и не успеваете, у нас-то на WordPress коме уже давно и с помощью Jetpack есть JSON API, который работает, поэтому вы там можете сколько еще угодно копошиться. Так. Ну и вообще он сразу говорит, не торопитесь, все пусть нормально, работайте там туда-сюда. Несмотря на то, что он условный куратор, то есть это же не то, что он им прям приказывает и напрямую их руководитель. Ну да. И он, собственно, и пишет, давайте обсудим, а нужно ли нам весь функционал админки в REST API сейчас сразу запиливать. Ты знаешь, есть какой-нибудь хипстерский функционал, типа как раз вот добавить терммету, который ты в админке сделал, формочку, и можно... Нужно ли нам вот это все прям сейчас имплементировать в REST API или вываливать его порции? Так. Ну вот, обсуждает. Несмотря на то, что даже была первая в мире конференция, в REST API Conference. 81% причем сказали, что, блин, нам понравилось, придем еще раз. 200 человек в Лондоне собралось. Опа. Да, Day of REST она называлась. Именно к WordPress'овскому REST API она относилась. Не в общем смысле, а вот именно да. Поэтому, ну ждем, ждем. Развивается не так быстро, как хотелось бы всем нам. Хотя, честно сказать, даже и не очень хотелось бы. Пока мы еще не успели научиться на Angular'е крутые приложения писать. Но вот, тем не менее, как-то так. Отлично, отлично. Так, и у нас последняя тема из последнего раздела. Космос. Да, и ты как-то прям заинтриговал. Паузу выдержал. Все, как надо. Я, причем, у меня интернет почему-то отвалился на ноутбуке. Я его перезагрузил, поэтому с телефона смотрю. Ракеты Илона Маска, революция или пиар на пустом месте? Или Илона Маска? Я почему-то не открыл эту новость. У меня следующая статья. Недостатки WordPress техническая сторона. Которую я на следующую неделю перенес. Ну, так это давай. Это будет небольшой такой спойлер. Тем, кто дослушал. Да, да. Тем, кто дослушал. Ладно, открываю про Илона Маска. Так вот, да. В этой статье ребята начали сомневаться, на самом деле. Илона Маска такой крутой пацан, или он просто пиарится и просто бабки на пиар вкладывает? Я быстро тебя перебью. Вот до того, как они запустили свой Falcon 9, нереально посадили назад первую ступень, я прям сильно топил за то, что он просто пиарится. Я прям реально это говорил, и тебе в том числе, да ни хрена у него не получится, да он дурак. Ну вот давай. Я себе его поливал. Да, кстати, я до сих пор так и не знаю, как правильно, Илон или Элон? И я, это какой-то, видимо, он какой-то австралиец, я хрен знаю. Австралопитек он. У него очень странное имя, да. Вроде, ну, не сильно американское, да? В общем, в этой статье задаются вопросы, и на них, как бы, вроде бы ищутся ответы. Так вот, в декабре ракета Falcon 9 вернулась из космоса, впервые совершив вертикальную посадку. Ну, мы об этом уже говорили, да, для тех, кто не помнит. И вот это резонансное событие не затмили неуспехи конкурентов в лице Джеффа Безоса. Безоса, возможно. Не падение ракеты при повторной посадке. Об этом тоже говорили в видео, где она валится. Да, мы даже ржали. Да, даже ржали. Прошло больше месяца, а споры никак не стихают. Оптимисты твердят об инновациях, дешевых орбитальных полетах и вообще новой эре космической экспансии. Ну и вот тут, значит, попробуем сопоставить факты и мнения обеих сторон, чтобы разобраться в вопросе. Так вот, SpaceX первой в истории создала многоразовый космический транспорт. Это первый вопрос. Да. А вот создала ли она первая в истории многоразовый космический? Нет, ракеты-носители, которые возвращались из космоса и могли использоваться повторно, появились еще в период Холодной войны. Охренеть. Там, возможно, из дерева они сделаны были. Не, ну Space Shuttle, то есть, американский он был. Я просто, во втором Fallout'е была шутка по поводу того, что хаббологисты, хаббологи, это пародия на саентологи, они строят, типа, свой шаттл тоже, чтобы улететь как раз к своему богу там. Ну, это отсылка к саентологам Рону Хаббарду. И вот они как раз там Space Shuttle строили, у них нихрена так и не получилось. То есть, они это тоже... Между прочим, и в этом, в Нью-Вегасе же тоже улетают гули. Это тоже, возможно, прикол перекликающийся. Ну, там они просто на ракете улетают. Ну, может быть, согласен, я здесь не готов сейчас спорить. Ну, вот. И, как бы, и советская энергия Буран тоже была. Вот про это первый раз слышу. Да, поэтому в обеих системах первая ступень ракеты не разбивалась с грохотом об землю, как закономерно происходит после взлета, а плавно опускалась вниз на парашютах. То есть, парашюты использовались. Поэтому Илон Маск не первый в этом. SpaceX не первый в этом. Деревянные, например. Деревянные ракеты, окей. Джефф Безос, или Безос, повторно использовал ракету раньше, чем Маск. И это да, действительно. Blue Origin, частная аэрокосмическая компания вот этого Джеффа. Первый, практически, Джеффа Буша. Первый в мире посадила побывавшую в космосе ракету вертикально, а после закрепила успех повторным запуском и посадкой того же аппарата. То есть, вообще, несколько раз использовали аппарат. Первая ступень корабля New Shepard. Привет, Mass Effect. Важно приземлилась с помощью реактивной тяги, что позволяло Blue Origin определить работающую под аналогичной технологией компанию Маск. Обередите. Вот, поэтому, собственно, Маск, опять же, тут, опять же, не первый. Похоже, все-таки пиарится. У меня сейчас прям... Пока, чуть-чуть. Хочется как-то, да, убедиться в своей прошлой версии. Так вот. Далее. Выходит, удачная вертикальная посадка Falcon 9 всего лишь умелый пиар? Пока неизвестно. С одной стороны, именно ракета Маска дает новую надежду на удешевление орбитальных космических полетов. Пассажирская система Безоса не транспортировала груз и достигла только нижней границы космоса. То есть, она чуть-чуть пролетела, как бы, и села. Ну, вроде норм. Вот. Зато Falcon 9 доставила на орбиту 11 спутников, весом более 170 килограмм каждый. Это, возможно, толс... Двух... Этих... Двух крисов койеров доставляла спокойно. Или двух с половиной похудевших. Да-да-да. Взадев почти в два раза выше New Shepard. Привет, Нос Эффект. То есть, ракета SpaceX выдержала гораздо более экстремальные нагрузки и оправдала статус орбитальный. Поэтому здесь еще непонятно. Возможно, Falcon 9 достаточно крутая. Здесь еще, видишь, сказано, что именно первая ступень у Falcon 9 дороже, чем у... Как там, New Shepard? Ага. И, грубо говоря, вот прям по стоимости более рентабельный Falcon 9. Что он хотя бы реально работает и еще и дороже его ступень. То есть, тут ступень сохренили, но хрен бы с ней, она дешевая. Ее можно было и так сделать. Ага. А тут вот да. Ну вот, впрочем, сам Маск делает очень смелые прогнозы. По его словам, повторные запуски будут стоить всего полмиллиона долларов, а то еще и дешевле. Вообще дешевле. С учетом стоимости всей ракеты 60 миллионов, цена первой ступени состоит около 42 миллионов. А примерная экономия, в соответствии с ожиданием Маска, 41,5 миллиона для каждого повторного запуска. Слава богу, из 42 полмиллиона вычли правильно. Yes. Так вот, повторная посадка Falcon 9 зарешилась неудачей. Значит, предыдущий успех был случайным. Тут все роют под Маск. Нет. Тут просто скрин из того видоса, который мы смотрим. Скрин, да-да-да, как ракета садится. Причем здесь она садится на баржу, как бы падение. Вот. Нет, несмотря на падение ракеты на океаническую баржу, испытание скорее подтвердило работоспособность. Тут, видишь, тут как бы абсурд. Абсурд. Но я хочу просто посмотреть дальше. В тот день, 17 января, первая ступень Falcon успешно вывела на орбиту спутник Jason 3. Может быть, Джейсон для любителей. Jason 3. Да, Jason 3, возможно. После чего плавно опустилась над баржей. Но в последний момент ракета покосилась и рухнула на бок, а камеры запечатлели фееричный взрыв. Позже Маск объяснил, что первая ступень подвела лишь одна из поддерживающих ног. Понял? Нога одна сдала. В остальном же все прошло гладко. Точное попадание ракеты вместо посадки и скорость снижения подтверждают сказки. Ну, согласен. Все, кто ржут, могут ржать сколько угодно. Но место на баржу, она реально приземлилась. А то, что там одна подпорка, ну, блин, бывает. Но здесь разрушители мифов должны, опять же, проверить маленько. Можно ли? Только у них денег. Только денег. Напоминаю, сейчас выходит последний сезон. Ну, его прям и позиционировали реально как последний. То есть, типа, прощальный сезон. И как раз проект-то подзагнулся с учетом того, что его мало смотрят. Как плейбой. И, видимо, с высокой доступностью порно, разрушители легенд тоже утратили свою адресу. Востребовательность. И вот, да, их закрывают. У них сначала финансирование урезали, а потом и вовсе закрыли. Следующий вопрос. Моногразовые ракеты малоэффективны для доставки крупных грузов? Пока неизвестно, опять же. Дело в том, что технология вертикальной посадки имеет свою цену. Ногразовые ракеты приходится оснащать дополнительным оборудованием и заправлять большим количеством туполек. Все это снижает массу полезной нагрузки, которую аппарат может выводить на орбиту, а вместе с тем, и экономическую эффективность грузового полета. К тому же еще не ясно, насколько повторное использование первой ступени сможет утешевить запас. То есть, как бы, опять же, все ничего не понятно, все-таки PR или не PR. Есть шанс, да. Во-первых, нужно топливо с собой в два раза больше возить, чтобы потом приземлиться наобратно. И получается, ты меньше грузов можешь вынести. Опять же, да. И может быть, что повторное использование первой ступени тебе выручит 100 миллионов. А если бы ты просто нормально на обычных ракетах еще до хрена груза отвез, ты бы выручил 300 миллионов. Вот именно. Словно говоря. Непонятно. Это такое-то все относительное. Следующий пункт такой. О, старенький. SpaceX несет экономические риски для Роскосмоса. И да, действительно, в плане маска входят не только грузовые полеты, но и доставка пассажиров в космос. А, видимо, наши Роскосмос только космонавтов запускают. Ну, да. В ноябре прошлого года SpaceX заключила контракт с NASA, а с NASA, кстати, у меня перед подкастом был вопрос, вообще они как с американцами? То есть, Маск, если они полетят на Юпитер, скажет, что это американцы полетели, если Маск полетит? Или это скажет, что это... Я думаю, СМИ, то есть BuzzFeed, они первые скажут, что мы, американцы, полетели на Юпитер. Ну вот, они заключили контракт с NASA на транспортировку американских астронавтов к МКС. По старой договоренности до конца 2016-го эти задачи выполнял Роскосмос. Кто у нас глава Роскосмоса сейчас? Ой, ну, хочется сказать Рогозин, но я не уверен. Герман Клименко, возможно? Он уже всего, ты думаешь? Он лайфинтернер. Мне кажется, у него даже и главы как таковой нет. Может быть. Это госкорпорация. А, ты имеешь в виду сам? Ну, есть Игорь Комаров некий. Ага, ну, а ты водитель просто. Да, скорее всего, на него переписан, но он российский промышленник, финансист и управленец. 64-й год рождения, город Энгельс, Саратовская область. Город Энгельс, чтобы ты понимал, это как Копейск у нас. Это под Саратовом такой мелкий городок. С января 2015-го года глава Федерального космического агентства Роскосмос. Отлично. Ну, так вот, космический корабли Crew Dragon на ракетоносителях Falcon 9 должны заменить аппараты российского производства уже в 2017 году. Сейчас зашевелились у Комарова там. Да. В случае успеха, идея многоразового запуска техника SpaceX может потеснить Роскосмос и в других сферах космического бизнеса. А это, кстати, бизнес. Ну, а почему, блин? Ну, да, почему? Деньги же он переносит. В то же время проект Федеральной космической программы до 2025-го года предусматривает разработку подобных технологий в России. То есть у нас, возможно, в 2025-м также будут летать. В общем, вот такая интересная, неоднозначная статья про Илона Маска. Все-таки, опять же, и опять же непонятно, пиар или не пиар. То есть пока вроде бы подает надежды. Будем наблюдать. Канадско-американский инженер родился в ЮАР. И вырос. А, ну канадский. Это я про Маска. То есть он все-таки должен, у него должна вот так рваная голова. Да, да, квадратная. Кстати, Discasting Man как-то не очень... 63 комментария дискассовских, но всего один поделится в ВК, ни одного в Фейсбуке, ни одного в Твиттере. Ну, в Твиттере сейчас каунтер не пока, там-то может быть тоже 100-500. Ну да. Ну да. Да. Ну вот так. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу нашего раздела Космос, как мы его немножко внедряем. И по поводу нашего Илона Маска. И по поводу нашего, да, у которого, если что скажешь, что это Россия полетела. Канадцы, возможно. Да уж. Так что вот так. Переходим к нашей завершающей микротемке. Мы, кстати, чтобы ты понимал, в эфире всего лишь час 48. Мельчаем. Не мельчаем вообще. Но на самом деле, нам говорят, что мы там много, долго по 18 часов пишем. Возможно, вдруг... Да и пошли нахрен, господи. Все равно, около двух часов это нормальный формат. Пока у нас есть возможность его делать, мы будем делать его. Согласен. Его. Его. Ну, кстати, еще раз напомню, что вы можете предлагать нам темы, во-первых, в паблике. Во-вторых, опять же, на Work, собака и веб-дизайн можете писать. Да, и когда сделаем сайт, там будет вообще шить. Можете. Будут опросы, будет вообще... Блин, там прям... Махма. Вот так. Да, можете на сайте в комментарии обязательно. Это будет вообще круто, если на сайте. В общем, связывайтесь с нами, мы прям комьюнити-ориентированные, пацаны. Да, потому что мы сидим, у вас есть какие-то горящие темы, мы их можем обсудить, и потом вы откомментируете, может быть, будет прикольно, да. Давай, опять же, к обойке. Микротемку. Да, микротемку. Как вот, Никита, о чем тебе кажется обойке? Блин, ну, во-первых, тут опять же про космос. Во-вторых, мне кажется, это... Представляешь, если это Илон Маск смотрит в космос, и у него вот так выглядит это все, он хочет туда полететь. А может быть, это один слушатель смотрит на наш подкаст, и как бы это все темы, которые его вот так вот уносят в глубину. Я думал, знаешь, это ты. Вот справа, если ты можешь видеть, там маленькая черная штука, это моя башка, я просто впереди стою. Да-да-да, вижу. А это звезды, это те темы, которые нам присылают после наших призывов, и мы пытаемся их отобрать, но у нас ощущение, как будто мы просто накурились. Да, и у нас просто уносится, да. Дай бог, так и будет, и вы нам пришлете кучу всякого. Пишите в комментариях то, о чем вы забываете писать в комментариях. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Так. В Твиттере, возможно, скоро уже не надо подписываться, там, возможно, уже до нас и не дойдут с новыми алгоритмами. Ну, кстати, да, но вообще у нас там 800 плюс людей читают. Да, 840 практически. Пишите нам отзывы на iTunes, мы их прям реально любим. Это наше любимое чтиво, и ставьте звездочки там же, потому что прям мы чувствуем вашу любовь. Ты имеешь в виду, вместо вот этого освежителя воздуха читаешь в туалете отзывы на iTunes? Да, естественно. Тем более их так много, что любую мою туалетную ситку хватает на них, даже не приходится к освежителю воздуха притрагиваться. Так что да, с вами были Никита Тарасов. И Александр Гончарев. Удачного вам всем дня, вечера, ночи, пока. Пока.